Девушки отдыхают Поеду домой. Хочу массаж и ванну. Готовься. Что за дурацкие шутки? Спокойно, дружище. У тебя проблемы? Мы все решим. Откуда такая крутая тачка? Угнал? У друга взял покататься. А куда мы едем? А не скажу. А это похищение? Да, это именно оно. Ну, тогда у меня стокгольмский синдром. Так, что ты делаешь? Ты с ума сошла? Да. Подожди. Да. Товарищ капитан, захват заложника на парковке у бизнес-центра на Конной. Нет. Да. Нет. Да. Давай. Давай. Господи. Милый, все успеем? Да. Конечно. Ага. Успеем. Послушайте. Может быть, я могу чем-то вам помочь? Вам деньги нужны? Да. Пол миллиона. Ну, у меня нет наличных. Но есть карточки. Снимите сколько нужно. Я пин-код дам. Черт. Опа. Оставай-ка назад. Давай. Надо разведать обстановку. Пойдем влюбленную парочку. Изображать. Какая идея? Ладно. Пойду одна. Буду самовлюбленная. Стой! Нам нужно дождаться переговорчиков. Это же не наш профиль. Не вмешаемся, будет наш. Там ствол. Открывайся. Вся машина у друга. Не подходи! Я выстрелю! Давай. Ой! Что, мужик тебя не хочет даже под дулом пистолета? Да пошла ты! Подвинься. А то, когда будешь стрелять, мозги в лицо полетят. Эй! Ручки за спину. Гражданочка, покиньте место происшествия. Вам тут нельзя находиться. Мне можно. Я первый раз вижу эту чокнутую идиотку. Ее не сажать, ее лечить надо. Вы точно уверены, что вы с ней не знакомы? Абсолютно уверен. Ну хорошо, пока вас отпускаю. Обязательно звоните. Обязательно позвоню красивой девушке. Ну, чтобы пригласить на ужин. А я с незнакомыми мужчинами не ужинаю. Так давайте знакомиться. Давайте. Для начала расскажите, пожалуйста, чем конкретно вы занимаетесь? Я все указал в протоколе. Да, я читала консультационные услуги. Но довольно расплывчатая формулировка. На самом деле, я маг и чародей. Капитан Баринова. Вас ждет полковник Громов. До свидания, маг и чародей. До свидания. Буду ждать с нетерпением. Никлюев, ты мне только что обломал контакт со свидетелем. Спасибо тебе большое. Кошкин? Он же потерпевший. Да, но он точно что-то знает. И я хотела выяснить, что он за тип. И ты решила пригласить его на свидание? Да. Чего тебе все не имется-то? Нам и так от громобоя достанется, что ты устроила на месте происшествия вестерн. Действовала не по протоколу, неоправданно рисковала в ситуации с захватом заложника с применением огнестрельного оружия. Огнестрельного оружия? Огнестрельного оружия. Да это рухлядь доисторическая. Он даже заряжен не был. Ты-то этого не знала? Майор Мозгоклюев. Капитан Баранинова. Вызывали? А, работнички с большой дороги пожаловали. Проходите, садитесь. Вот знакомьтесь, наш новый сотрудник. Евгения Васильевна Алехина. Криминальный психолог. Капитан Алла Михайловна Баринова. Майор Олег Иванович Никлюев. Евгения пишет диссертацию, поэтому ей надо, так сказать, поработать на земле. Собрать материал. Очень интересно. И о чем же ваша диссертация? Там все сложно. А вы помедленнее, попроще. Для тупых. Надо же. Какой уровень самокритики? Мне вот просто интересно, а есть ли какой-то толк от вашей науки на практике? Мы же люди простые, нам бы убийство раскрывать. Но методы криминальной психологии успешно используются во всем мире. При расследовании преступлений. Да-да-да, я помню, профессор в академии мне говорил, что психология вторая по точности наука. После богословия. Так, ну все, хватит. Помирились с чувством юмора и Будя? Сработаетесь. Алия Кала, принимайте Евгению в команду. Все свободны. Между прочим, на ее счету уже одна спасенная жизнь. Она помешала преступнику. Мне вот просто интересно, как же наша Евгения оказалась на месте преступления раньше нас? А я была рядом с дежурным, когда поступил вызов и сразу поехала на место. Но спасла заложника не я, а капитан Баринова. Мне чужие плюшки не нужны. Идите уже от Седова! Свободны! Бегом! А можно мне пообщаться с задержанной? Нет уж. Эту доморощенную террористку я сама раскалю. Да, с такими сложно. Какими такими? Ну, очевидно, у капитана Баринова есть завышенная самооценка. Она агрессивна и склонна манипулировать людьми. Что идеально для ее работы. Точно. А может быть, вы еще знаете, как строить отношения с такой женщиной? Знаю. Бежать от нее надо. Со всех ног. А если серьезно? Обсудим как-нибудь попозже. Кристина! Кристина! Собирай манатки, чтобы духу твоего в моем доме не было. Заяц, за что? Телефон. Где твой телефон? Вот. Ты получила от меня сигнал СОС и проигнорила бы! Нет! Нет! Зая, прости, но я не слышала! Надеялась, что я сдохну и все тебе достанется. Вот! Имя свое вы называть отказываетесь. Хорошо. Может, хотя бы скажете, что Кошкин вам сделал? Отпустите меня! Нет! Вы не уйдете отсюда, пока не заговорите! Может, все-таки я попробую? Пожалуйста! Да! А, Мака Чародей! Слушаю вас внимательно! Вы? Извините, мне пришлось вам нахамить. Неожиданное, неоправданное оскорбление. Действенный способ сбить человека с толку. А мне надо было включить вашу фантазию, чтобы вы в красках представили себе, каково это реально убить человека. Что вы от меня хотите? Вы никому не хотели позвонить? Надеюсь, ваша дочь сейчас не одна? Как вы узнали, что у меня есть дочь? Фенечка. На руке. Очень аккуратно сделано. Сразу видно, что девочкой. А у меня мальчишки двое. Работа в полиции – очень опасное дело. И что они будут делать, если меня убьют? А что будет делать ваша дочь, если вас посадят? Сидящая мать все равно, что мертвая. Как она жить-то без вас будет? Моя Катя не будет жить, она умирает от почечной недостаточности в больнице! Звоните в больницу. Да, да, да. Прямо сейчас. А Лехина-то в итоге разговаривала задержанная? Да ну, серьезно? Ее зовут Озерова Лариса Николаевна. Продавщица, мать-одиночка. Давай послушаем звук из допросной. Котеночек, все хорошо. Я приеду, как смогу. Целую тебя. А теперь давайте все по порядку. Врачи сказали, что ничем не смогут нам помочь. Я была готова схватиться за любую соломинку. Увидела по телеку рекламу мага этого Светозара. С гордостью и восхищением представляем вам космомага Светозара. В миру Виталия Молчанова. Друзья, мы дети Вселенной, а теория струн – главный ее закон. Наши предки знали об этом, а мы забыли. Нам не нужны лекарства. Достаточно ввести наше тело в резонанс со струнами Вселенной, и оно исцелится само. Я попрошу вас выключить ваши гаджеты, чтобы не мешать проникновению энергии Вселенной. Интересно, куда? Я им позвонила. Они сказали, что у Кати диссонанс какой-то, и поэтому она умирает. Потом позвонил Кошкин. Он у них главный. Обещал помочь. Сказал, что за ритуал они денег не возьмут, но нужен артефакт, а вот он стоит много. И деньги, конечно, нужны были срочно. Да. Я взяла кредит под залог квартиры мне. Иначе мне не давали. У меня зарплата куром на смех. Сейчас я буду призывать космический свет на древнем языке. Блин, да это чукотский. У меня в общаге соседка на чукотском разговаривала. Она постоянно с мамой своей на чукотском трепалась. Вы хитрожук. Это не смешно. Прикиньте, сколько доверчивых людей повелись на эту космическо-чукотскую ахинею. Да. Понимаете, маги эти, они все так рассказали про наш диагноз и про анализы. Нам врачи-то всего сразу объяснить не могли. Навели справки. Возможно, подкупили кого-то из медперсонала. Ритуал провели, а Кате лучше не стало. Я сделала две выплаты по кредиту, а потом все, деньги кончились. Стали звонить коллекторы и говорили, что квартиру продадут с молотка. Да, я бросилась к магам. Рыдала, умоляла их вернуть деньги. А Кошкин сказал, что нужен еще один ритуал. Сто тысяч. Тут я ее взверела. Я схватила дедушкин трофейный пистолет и… Почему вы не обратились в полицию? А что полиция? Я сама ему дала деньги. Сама дура виновата. Кто мне теперь поможет? Никто. Мы. Мы сделаем все, чтобы вам помочь. Вот. Целая куча заявлений от пострадавших. Пенсионерка хотела вылечить сына от онкологии. В итоге потеряла дом. Многодетная мать хотела работу получить, никуда не брали. В итоге будет всю жизнь долги выплачивать. Бывшая жена хотела вернуть мужа. Продала фамильные драгоценности. И тут такого… Я просто не понимаю, как можно последние деньги отдать за такую чушь. В общем, маги используют самый сильный человеческий страх – страх смерти. Своей и близких страх обессиливает, лишает способности магически мыслить. Сейчас это очень продвинутый бизнес. Ведьмы и колдуны сменили магические кристаллы на компьютеры, воронов на телефоны, а избушки на бизнес-центры стали еще опаснее. Нужны будут свечи. Да, обязательно чистый воск. Записывайте. Да, двенадцать. И простыня. Сто процентный хлопок. К сожалению, с каждым часом риски растут. Но вашего отца еще можно спасти. Переведите деньги по QR-коду, который мы вам выставим. Ты не боишься, что нам за все это прилетит? Мне прям страшно. Сажать их надо, этих магов. Легко сказать. Формально они оказывают консультационные услуги. Клиенты платят добровольно. Как доказать, что услуги некачественные? Сейчас попробую. Добрый день. Алло. Если вы нездоровы, несчастны или потеряли кого-то… Не угадали. Я здорова и счастлива. Я хотела бы узнать… Подождите, я сканирую вашу ауру. Вы красивая, сильная женщина. Слушайте, да вы уникальны. Таких женщин, как вы, в средние века жгли на кострах мужчины, которые завидовали их таланту. Все мужчины кажутся вам слабаками, они просто боятся вас. Но я могу вам помочь. После проведения древнего ритуала, вы встретите человека гораздо сильнее вас и будете счастливы. Счастливы? Спасибо, я подумала. Как они узнали, что красиво и про мужчин… Про мужчин вообще чушь. Они используют эффект бармену. Они дают человеку расплывчатую комплементарную характеристику. Ведь каждой женщине приятно услышать, что она уникальная, красивая, сильная. Даже если это не так. Кроме того, они сразу считали ваш характер по голосу, интонации. Их специально на это учат. А я просто куплю у них какой-нибудь дикий ритуал и докажу, что они мошенники. А как вы докажете, что ритуал не сработал? А там же сидят ваши коллеги, психологи. Вот вы и подумайте, как их прижать. Майор, подождите. Можно просто Олег? Договорились. А можно отпустить Озерову? У нее дочка в больнице одна. Ну, ее поступок будет квалифицирован, скорее всего, как статья 162, часть 1. Так что… Преступление средней тяжести. В качестве меры пресечения возможна подписка о невыезде. Разбираетесь в уголовном праве? Не очень. На уголовный кодекс читала. Тут уж и смягчающие обстоятельства. Она мать-одиночка, ребенок больной. Попробуй договориться о подписке. Спасибо. Погоди. Мы же по ужинам договорились. Ой, извини, пожалуйста. Я на сегодня уже с Кошкиным договорилась. Аппарат вызывается. Абонент не выключен и находится вне зоны действия сети. Уже поужинали? Так быстро? Да мы даже не начинали. Я Кошкину уже чай жду. Так, может быть, он и есть тот самый напророченный, который круче тебя? Опаздывает во всяком случае. Ха-ха. Очень смешно. Он даже к телефону не подходит. Так, он тебя просто кинул. Меня мужчины не кидают. Даже на пророченные. Озерова под стражей? Нет. Отпустил под подписку. Женя уверила, что рецидива не будет. Не клювь, ты охренел. Проверь, где фиксируете телефон Кошкина. Хочешь воспользоваться служебным положением, чтобы найти избежавшего поклонника? Потенциальную жертву. Жди, я сейчас за тобой заеду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тан Баринова, майор Неклюев. Нам нужен Кошкин. Я его жена. Наверное, уже бывшая. Поссорились? Он сказал, что подает на развод. Так он дома? Нет. Представляете, я сижу, рыдаюсь. А он позвонил какой-то бабе, надел лучший костюм и умотал. Странно. Телефон фиксируется здесь. Ваш муж уехал на машине? Я не знаю. Надо посмотреть в гараже. Подождите, пожалуйста. Пойдемте. Подождите, пожалуйста. Пойдемте. Нет. Не поймал. Стой! Стой! Так это что такое? Что происходит? А ну-ка дай перец. Иди быстро. Здесь все у меня? Да. Да. Да, понимаю. Но я не могу. Я одна дома с детьми. Что скажете, доктор? Ожоги примерно семидесяти процентов тела. Разная степень тяжести. Жить будет? По периметру камеры. Я все записи скачал. Женя едет? Нет. Наша я же матерь не с кем оставить детишку. Можно к Кристине поехать с мужем? Можно. Лейтенант, давай с ними. У него там слюна. Надо вытереть. Ну что, грохнула женушка Кошкина ради бабла, пока не развелся? Да нет, это не она. Это ты как выяснила? Гипнозом? Да нет, не гипнозом. Подержи, пожалуйста. Фу блин, ты чего? Вот. Реакция отвращения и брезгливости. Ярче всего проявляется с чужими биожидкостями. Ну, например, в древней Индии и Японии в касту неприкасаемых ходили люди, работающие с кровью и трупами. Это считалось нечистым. По той же причине многим сложно ухаживать за умирающими. К чему вся эта лекция? Брезгливость может перебороть только любовь. Как ни странно, Кристина обожает своего мужа. А может, она притворяется? Реакция организма невозможно сомитировать. Ладно, психология-то, конечно, круто, но мне нужно идти заниматься реальными уликами. Ну, что тут у нас? Ничего. В гараже нет источника тепла, который мог бы дать такие ожоги. Мистика какая-то. Я проверил записи с камер. Жена с момента возвращения Кошкина и до нашего приезда оставалась в доме. Значит, Кошкина попыталась добить твоя невинная овечка Озерова. А Озерова, как только ее отпустили, поехала в больницу к дочке. И она до сих пор там, я проверила. Вы не поняли? Кроме Кошкина, в гараже вообще никого не было. Смотрите. Здесь Кошкин заезжает в гараж. Здесь он идет домой. Через два часа возвращается в гараж, а из гаража уже выезжает на каталки. Ну, реально мистика какая-то. Так, ну, мистика не мой профиль. Я пойду. А то я мальчишек с соседкой оставила и страшно подумай, что они там натворили. Беги и спасай своих бандитов. Ну, сам-то Кошкин должен знать, что с ним случилось. Когда он придет в себя… Никогда. А если? Ой, горе ты мое. Ну, ладно, попробуем отстирать. Ой, и ты тоже ведь грязный. Вы зубы чистили? Да. Ну, хорошо. Так, быстро-быстро-быстро. В кровати. Сейчас догоню. Ай-яй-яй-яй-яй. Быстро-быстро-быстро. Ну, я побегу тогда. Все. Да, конечно, Кариш, спасибо большое. До свидания. Так, ну что, пираты, ну-ка быстро спать. А почитаю. Завтра почитаю. Так. Спокойной ночи. Люблю. Игорь. Слушай, Карина уже ушла. Я знаю. Мы у Калитки встретились. Я не за дочкой. Я к тебе. Слушай, я уже спать собиралась. А что-то случилось? Не, да. Ну, ладно, проходи. А дети спят? Да, да, спят. Ну, что там у тебя? Рассказывай. Есть повод кое-что отметить. Можно? Я полгода ждал этого вечера. Мы с женой делили детей, имущество. И вот, наконец, я развелся. Поздравляю. Женечка, ты знаешь, как я к тебе отношусь, но я человек порядочный. Поэтому только сейчас могу выйти на новый уровень отношений с тобой. Игорь, в смысле? Ну, как в смысле? Ты не понимаешь, дурочка, я тебя замуж зову. Да нельзя мне замуж. Как? Почему нельзя? В чем дело тут? Ты что, ну какая ерунда, ну? Так, это все. Игорь, стоп, уходи. Я не понял, ты что, мне отказываешь? Да, я тебе отказываю. Да кому ты нужна, мать-одиночка с двумя спиногрызами? Пошел вон. Я уйду. Ха, и не провожай. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. А что, уже утро, что ли? Витян, ты чего курил? Ничего. Ну и бардак у тебя. Убрал бы ты всю эту расчлененку. Придет Громов, ногу сломает, уволит к тебя, к чертовой бабушке. Не уволит. Что с телефоном Кошкина? Всю ночь провозился, но восстановил кое-как. Это что ж такое с чуваком сделали, что у него же телефон оплавился? Он что, в аду, что ли, побывал, а? Похоже на то. Так. За паролем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Надо же, подошло. Это как безответственно люди к своей безопасности относятся. А глянь последние звонки. Он вчера звонил какой-то бабе. Угу. Это баба ты. Может не Клюев конкурента поджарил? Очень смешно. Стоп. Смотри. Кошкину вчера странное сообщение пришло. Угу. Сгоришь в гиене огненной. Так. Походу кто-то выполнил угрозу. А ну-ка. Так. Сообщение отправлено с левого телефона, но в момент отправки номер фиксировался в соте магического колл-центра. Попались, гады. И что делаем? Задерживаем всех. Там разберемся. Слушайте, у меня есть идея. А если я устроюсь на работу к этим магам, выясню, кто отправил сообщение Кошкину и не приходили ли угрозы еще кому-то? А если там злодей, которому хватило мозгов поджарить Кошкина и не зацветиться? А? Мне идея не нравится. А мне нравится. Отлично. Я уже договорилась о собеседовании. Пожелать ему не пуха. Не пуха. К черту. К чертям, вернее. А ну-ка, стой. Что это было? Это что, для пользы дела? Или тебе просто не нравится, что я беспокоюсь о ком-то кроме тебя? Да мне пофиг о ком-то беспокоишься. Ну конечно. Не скрой, профессиональные психологи у нас на вес золота. Вопрос мотивации. Вы почему хотите у нас работать? А у вас хорошо платят? Спасибо за откровенность. Ну, вперед. Вас ждет испытательный срок. Петя, познакомься. Твоя новая коллега Евгения. Здравствуйте. Мне позвонили, сказали, вы пришли в себя. Можете разговаривать? Ага. Можете сказать, что с вами произошло? Я не знаю. Не поневаю. Я… Я вошел в гараж. Почувствовал жар. А потом услышал голос. Гори в гиене огненное. Голос был мужской или женский? Я не знаю. Стало невыносимо. И упал. Понятно. Жень, от Кошкина толку ноль. На тебя все, Надежда. Угу. Досье клиентки прочитала? Да. Только ты мне помогай, ладно? Ты же психолог. Ну, я теоретик, скорее. А ты, вон, скольким людям реально помогаешь. Ага. Расстаться с баблом. Ну, не только. Ты убеждаешь людей, что у них все получится, а уверенность в результате уже почти результат. Ну, вообще, да. Ладно. Работаем. Ставь на громкую. Если что, я подхвачу. Здравствуйте. Я из колл-центра. У нас форс-мажор. Любовница вашего мужа прямо сейчас собирается проводить на него приворот на крови. О, Господи. Что же мне делать-то? Срочно оплатите ответ на ритуал. Тут ведь кто первого успеет. Если она, то ваш муж обречен любить ее до конца жизни. Но это еще ничего. Если провести ритуалы одновременно, такое будет. Черт, не получается. Не приходит эсэмэска из банка на оплату. Я перезвоню. Ну, и как ты это провернул? Я звонки с Жениного аппарата отслеживаю. Кинул клиентке спам со шпионской прогой. Хакнул ее телефон и заблокировал все входящие сообщения. А если она деньги в банке переведет? Ну, тогда я заблокирую счет нафиг. Ты что будешь банк хакать? Витя, не надо. Ну, ладно. Я как лучше хотел. Она не перезванивает. Ну, что теперь делать? Ладно, забей. Если клиент не платит сразу, то он не платит вообще. Но со следующей точно все получится. Ее муж бросил. Вот дура, а. Сейчас она все уже подготовила и ждет звонка от потомственной жрицы Изиды Евросиниевы. С эклектикой не перебор. Чем рядовее, тем круче. Держи. Ой. Ну, вылитая жрица Изиды. Ой, ладно. Бред так бред. А? Молчи. И делай, как я скажу. Да. Она здесь. Видишь? На краю стола. Муха? Это не муха. Лови ее. Вот. Я поймала ее. Бери стакан. Сажай ее туда. Вставь в центр пентаграммы. Молись, спутница смерти и великой птицы хаоса. Земные поклоны бей! А теперь тебе придется пожертвовать птице хаоса частичку себя. Как какую? Ну, ты же знаешь, что больше всего любят мухи. Что? Ну, ты что? Ты издеваешься надо мной? Я здесь сейчас любил муху, знаешь что? Ну, это реально был перевод. Ладно, чтобы день у тебя не прошел зря, есть у меня бабка. Сто лет в обед с такими работать одно удовольствие. Правда, у нее телефон кнопочный. Придется без видео. Учти, отрываю от своего сердца. Ираида Пахомовна, я из полиции. Да. Вам до этого мошенники звонили. Вы никому ни в коем случае денег не переводите. И жабу бедную отпустите. Короче, я выяснил. В случае смерти одного из совладельцев колл-центра, его доля делится между партнерами. Ну, альби Молчанова я проверил. Он был в прямом эфире, когда Кошкина поджарили. Летил болящих и чупольским языком. Так что он не мог. Значит, это Горохова решила грохнуть Кошкина ради бабла. А мы ее спугнули. Чтобы это доказать, нужно понять, как она все это провернула. Внимание! Мотивационный тренинг! Пошли. Только ты мобилу оставь. Горохова требует, чтобы на тренингах все были без гаджетов. Она даже свой телефон в кабинете оставляет. А, хорошо. Слушай, а я думала, что тренинги Кошкин ведет. Он в больничке при смерти. Да? Наверное, она за него переживает. Девочки говорили, что у них роман. Да какой роман? Терки у них. Они недавно так друг на друга орали, всем было слышно. Что-то по поводу прибыли от колл-центра. После этого он в больничку и загремел. Ну, вы идете? Да. Ладно, пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мамик, кто? Быстренько, быстро, в машину. Да, давай, давай, давай. Быстренько. Опа. Так. Посидите в машине, хорошо? Я сейчас. Алло? Олег, да, это Женя. Слушай, тут такое дело, я сегодня несколько раз видела одну эту машину. Мне кажется, за мной следят. Да, сейчас приезжу. Что случилось? Поехали, по дороге расскажу. Что, Мата Хари, агенты ЦРУ за тобой следят. И где же они? Они только что уехали. Мам, это кто? А, это мои коллеги. Так, мальчики, что нужно сказать? Они настоящие менты? Паша! Ну, познакомьтесь, это мои невоспитанные сыновья. А это капитан Баринова и майор Никлюев. Я Паша, он Коля. Привет. Очень приятно. Так, ну все, мальчишки, закрываем окно. Давайте, давайте. Какие они у тебя разные, даже не скажешь, что братья. И на тебя не похожи. Они от разных отцов. Где же отцы? Далеко. А что мне делать, когда я в следующий раз увидишь машину? Да, Витян. Ты на нее внимания не обращай. Спасибо. Она у вас не страдает деликатностью. Да ничего, я привыкла. Да, спасибо. Витян только что проверил по камерам. Никакой черный седан без номеров в этом районе не светился. Странно. Может быть вас проводить? Да нет, мы как-нибудь сами справимся. Извините, что отвлекла. До завтра. Давай, до завтра. Никто за ней не следил. Да не похожа она на истеричку мнительную. Плохо, что под камерами седан не светился. Серьезный человек знает, где камеры расположены. Да. Ольга, доброе утро. Алёхина, чего не работаем? А я на правах новенькой проставляюсь, и вот решила вас угостить. Что это? А это сладости по особому рецепту. Я сама готовила ни грамма сахара. Вкусно. Скоро начнется тренинг. Я не люблю опаздывать. А зачем вы мне сообщение прислали? Ой, это, наверное, случайно в кармане нажалось. Я просто вам хотела написать, пригласить чаю попить, а потом решила сама зайти. Ой, дети, я через минутку прибегу. – Алло. – Даша. Олег, я телефон у Гороховой нашла. – Денис случился. Ой, Мышонок, я сейчас не могу уже разговаривать. Ага. Мышонок? Это сильно. Так, ты смотайся оттуда поскорее. Я приеду к тебе домой с цветами, с тортиком, чтобы не вызвать подозрений, если за тобой все-таки следят. Все, давай. Наивный. Женя просто запала на тебя. Вот и придумаю эту турацкую слежку, чтобы пробудить в тебе комплекс рыцаря. Да брось ты, я отношусь к ней исключительно, как к профессионалу. Как к профессионалу психологу? И едешь к ней, чтобы проконсультироваться о нас? Или тупо рад, что тебе очередная баба на шею вешается? А у тебя, я смотрю, время свободное появилось. Тебе на свидание не нужно? Не нужно. Может, сначала узнаем, куда делись все Женины мужья? Громов. Товарищ полковник, Баринова беспокоит. Есть минутка? Да. Могу посмотреть личное дело Алёхиной? Нет, не можешь. Нельзя, значит. Интересно. А мне не интересно. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Скорая. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Пуля влетела в окно. Прошла на вылет. Тут не полиция нужна, а священник. Нас точно кто-то проклял. Твоя слепота – это всего лишь защитная реакция подсознания. Ну все, майор, отправляемся в последнее плавание. Не двигаться! Таня, я понимаю, это у нас железная леди, но теперь-то ты не одна. Он руководит дома, я на работе. Никак не ожидала, что меня такое устроит. Похоже, без боя сдаваться не собираюсь. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Скорая? Ей поздно скорую. Труповозку вызывай. Горохова. Я знаю. А с этим что? Похоже, обморок. Но жить будет. Куда на этот раз деток сбагрила? Подруги оставила. А мы теперь всегда по выходным работать будем? Но убийц же нет в выходных. Только ты зря приехал, тут уже психоанализировать некого. А это как раз по моему профилю. А что за профиль? Потом расскажи. А это кто? Сурков, охранник Гороховой. Нашел труп, позвонил в полицию. Нам из дежурки сообщили, мы сразу примчались. Гражданин Сурков. Да, да, вы. Пройдемте со мной. Какие у вас были отношения с Гороховой? Нормальные. Это ваш халант. Вы были любовником Гороховой? Да и нет, конечно. Она хахали своего ждала. Сказала, что приехать должен. Ясно. Спасибо, можете идти. Ну и чего ты добилась? Про любовника мы уже и сами все выяснили. А у Амбала этого могли быть и другие мотивы. Ну не знаю, обидела она его или бабло зажала. Подойди, пожалуйста. Разбросали тут? Что? Сурков Золана Горохова. Он сдержанный человек. Но резко отбросил вещь, которая ассоцировалась у него с хозяйкой. Как ты сейчас? Знаешь что? Преступниками занимайся. А мне не только преступники интересны. Следователи, опера, эксперты, свидетели. Для меня тоже объекты эмпирического исследования. И те, что, подопытный кролик, что ли? Что нашел? Горохова очень серьезно относилась к безопасности. Камеры по всему дому, кроме туалетов. Не особо ей это помогло. Ну почему же? Зато мы знаем, что в доме кроме нее и Суркова больше никого не было. Та же картина, что и с Кошкиным. Угу. А как умерла Горохова? Вот это я сейчас покажу. Суркова я точно не топил. А Женя считает, что у них был конфликт. Да не было. Пока был шанс, что она жива, он все делал правильно. Он даже телефон перед прыжком в воду не забыл выложить. А когда осознал не сразу, что она умерла, выдал реакцию гнева. Это ты на красные туфли нагадала? Да. Люди переносят свое отношение к умершим на их вещи. Слушай, открой уже тайну века. Чем конкретно ты занимаешься? Я тената психолог. Тената психологии изучает реакцию человека на смерть. Но меня интересует не просто реакция на смерть, а конкретно на убийство. Есть разные копинг-стратегии. Что разные? Реакция на стресс при столкновении со смертью. Сурков, например. Злится на Горохову за то, что она умерла. Банально, из-за того, что он потерял работу. Скажи еще, что я тоже злюсь на Горохову. Конечно. Ты же думала, что Горохова убийца. Умерев, она разрушила твою версию. Тебя это бесит. Иди ты! Алла! В морг! Изучай судьбе до эксперта. Спасибо за рекомендацию. Кстати, я узнала у Суркова. Это он следил за мной возле детского сада. Возможно, Горохова велела ему проверить новую сотрудницу колл-центра. Извините, не отвлекаю. Вот что реально странно. Почему отличная пловчиха Горохова вдруг ни с того ни с сего начала тонуть? Хороший вопрос. Привет работникам микроскопа и скальпеля. Что скажете? Отравление? И вам доброе утро, Аллочка. Горохова в день смерти ничего не ела и не пила. Кроме той сладости, которую ее угостила ваша коллега. Вряд ли Женька могла ее отравить. Хотя… Нет. Это не отравление. Вода в легких. Утопление чистой воды. В воде утонешь, ведьма. Что? До Гороховой в день смерти прислали угрозу, а она полезла в бассейн. Забавно, что владелица магического колл-центра сама не верила в мистику. Очевидно, зря. Ой, привет. А я к тебе. Есть минутка? Говори. А у меня к тебе просьба личная. Ты не мог бы отследить по камерам человека, который вчера был около моего дома в определенное время? Легко. И еще, буду тебе признательна, если никто из наших коллег об этом не узнает. Без проблем сделаю, но не сейчас. Алла. Где пожар? В расследовании твоем. Что нарыл? Прикинь? Угрозы-то были с сюрпризом. Там такая хитрая шпионская прога запилена. Я бы лучше не сделал. Автор проги отслеживал передвижения Кошкина и Гороховой, слушал их разговоры. Я на всю ночь завидц, пытался его отследить. Он через кучу прокси шифруется, гад. Кошкина в больнице, Горохова утонула. Наверное, нас проклял кто. Да ладно тебе, Света. Мы же сами всю эту мистику людям спариваем. Мне пофиг. Если еще и с Молчановым что-то случится, я точно уволюсь. Да ты чего? Если начальство коня двинет, всем этим управлять будем мы. Ага. Размечтался. Вот что-то есть хочется. О! А Молчанов небось пошел обедать в какой-нибудь дорогущий ресторан, где десерт пол нашей зарплаты стоит. Не, он только домашние виды жрет. Там хрень японская. Рыба, рис. В общем, без консервантов, красителей и всякой фигни. Ага. И протеиновые коктейли хлещет. Самовлюбленный тупой павлин. Идеальная психологическая характеристика. Слушай, а прикроешь меня, а я сбегаю и куплю нам по паре пончиков с красителями и консервантами. Конечно. Ладно. ТРЕВОЛЬНАЯ ОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новенькая? Что я здесь забыла? А дверь была не заперта, и я решила вас дождаться, чтобы пообщаться наедине. Ну, давай пообщаемся. Вот мне о космомагии очень интересно. Это такой уникальный феномен. Космомагия? Ну, хочешь, давай займемся космомагией прямо сейчас. А, наверное, не так сразу. Тело твое исторгнет внутренности твои, колдун. Хрень какая-то. Ну, не хочешь сразу? Может, тогда поживем сначала? Выпить у меня ничего нету. Жаль. А вам не страшно? Кошкин в больнице, Горохова утонула. Вам угрозы шлют. Да ты не парься. Нам угрозы постоянно шлют. А если мои придурки-партнеры дали себя убить, я точно не дам. Чего ты на меня смотришь так, как будто я прямо сейчас начну внутренности сторгать? Все в порядке? Угу. Очень вкусно. Точно не хочешь? Приятного аппетита. Я пойду. Подожди, подожди. Я через час на фитнес свалю. Составишь компанию? Я подумаю. Алло. Алла. Молчану нам пришло сообщение. Тело твое и сторону внутренности твоей. Угу. Жень, это фраза про внутренность. Очень похожа на цитатуи из… Сейчас, подожди, запишу. Ручки-то где все? Повиси, пожалуйста. Сейчас, подожди. Перезвоню. Алла? Рапорт об увольнении. Ты серьезно? Ты бросить меня хочешь, да? Так подожди ты, с выводами. Это тебе Женя насоветовала? Понятно. Ну хорошо, вали. Я рыдать не буду. Валла. А в глаза сказать не мог? Что, кишка тонка? Да успокойся ты. Таи, я объясню. Не надо ничего объяснять. Ладно? Я совершенно спокойна. Ладно. Переведи, пожалуйста. Так. Переведи, пожалуйста. Что там? Что там? Что там? Что стоишь? Вызывай скорую! Кошкин, Горохова, теперь и Молчанов, и так раз выше мы все умрем. В муках. Тело твое исторгнет внутренностью твоей. Криминалисты перевернули весь колл-центр вверх дном. Ничего не нашли. От свидетелей тоже толку ноль. Судя по записям камер видеонаблюдения с парковки, к машине Молчанова никто не подходил. Так разберитесь с этой чертовщиной, и как можно быстрее. Вот видите, Аллочка? Да. А что именно я вижу? У вашего Молчанова был огромный комок твердого вещества в желудке. И как он туда попал? В том-то и дело. Перорально, то есть через рот, в организм попасть комок такого размера вроде бы никак не мог. Просто не пролез бы в пищевод. И как же тогда? Вуаля! Вот эту штуку извлекли из Молчанова в процессе операции. Что это? Аллочка, а вы фокусы любите? Обожаю. Особенно с разоблачением. Тогда, прошу, смотрите внимательно, берем порошок. Добавляем жидкость. Тщательно перемешиваем. И получаем твердое вещество. Двухкомпонентный силикон. Именно. Один компонент, сухой, я обнаружил в еде, а второй, жидкий, в протеиновом коктейле. То есть, когда Молчанов поел, ничего не произошло. Но, когда Молчанов выпил коктейль, два компонента смешались, и силикон застыл прямо у него в желудке. Умница, Аллочка. Умница. Странно, что ко мне на стол попал только силикон, а не сам Молчанов. Повезло. Вовремя сделали операцию. И еще, Аллочка, это не все, чем я хотел бы вас порадовать. По вашему запросу я сделал углубленную токсикологическую экспертизу крови Гороховой. Ага. Ты как будто год не ела. Фастфуд больше года. Ну, вместе с детьми нельзя, а то они подсадут, потом за уши не оттащат. Ну, это такой кайф. Ну, ты заслужила. А что с магами? Слушай, они там все так напуганы. Я уверена, никто из них не убивал. Честно говоря, мне тоже было не по себе. Сейчас хотя бы понятно, что это не кара небесная, а хитроспланированное преступление. Может быть, мотив мести? Зачем так сложно? Да все гораздо тоньше. Это похоже на попытку исполнить функцию почти любой религии. Мы нудить людей, в данном случае магов, соблюдать этические нормы. Кстати, это типичное женское преступление. Эмоциональное. Ой, да это полная чушь. Мужчины, на самом деле, гораздо эмоциональнее женщин. И даже больше подвержены влиянию всяких бредовых идей. Улики надо искать, а не строить версии на пустом месте. Кстати, Шишкин молодец. Он нашел улику. Он обнаружил в крови Гороховой растительный токсин. Именно в результате отравления Горохова потеряла сознание в воде и утонула. Смотрите. А как ее отравили, когда она ни пыла, ни ела? Да. И следов инъекций на теле тоже нет. Мистика какая-то. Слушай, может поужинаем сегодня? Как раз обсудим документ, который ты нашла у меня в столе. Слушай, давай попозже. У меня есть тут одна идейка. Кстати, мне нужна твоя консультация. Помнишь охранника Горохова и Суркова? Что можешь сказать про него? Он слабонервный человек. Короче, я нарыла на него информацию. Он, оказывается, служил в горячих точках. Как думаешь, такой человек мог грохнуться в обморок просто от вида трупа своей хозяйки? Ну, если он видел смерть вблизи, вряд ли. Олег, Шишкин скинул результаты токсикологии по крови Суркова. Я сплю. Моя версия подтвердилась. В крови Суркова остаточные следы того же токсина, которым была отравлена Горохова. Просто ему досталась меньшая доза. Ну, подожди. Как так получилось-то? Сурков трогал Горохову, когда вытаскивал из воды. Ну, трогал он ее. Чего? Ну, ты тормоз. Доброе утро, Аллочка. Доброе. А вам бы такой купальник пошел. Вы бы в нем были прекрасны, как... Как формальдегид под солнцем. Вот вы все шутите, Аллочка. А я бы, если бы не ваш бравый майор... Ромочка Вильгельманович, даже мой бравый майор не может того, что можете вы. Например, исследовать купальники. Вы же исследовали купальник Гороховой? Конечно, исследовал. Поэтому иду к вам. Купальник был пропитан токсином, который активировался при контакте с водой. Супер. За эту ниточку можно размотать уже весь клубок. Аллочка. Да. Спасибо. А вам я подарю разовое посещение фитнес-клуба. А вы пойдете со мной? Естественно. Вижу, тебя распирает от желания поделиться хорошими новостями. Ну, что ты там нарыла? Ну, рассказывай. Горохова купила купальник несколько дней назад. Он был из последней коллекции Лизы Лариной. Это дизайнер. А, я в курсе. Это же у нее вот эта уникальная коллекция купальник. Да. Которая стоит, как крыло самолета. Короче, Горохова хвасталась фотографиями в новом купальнике в своих соцсетях. Ну, смотри. Это фотография с ее странички в соцсети. А это фото трупа. Так. Видишь? Тут четыре черточки. А тут три. Гороховой подменили купальник на отравленный. Дома у Гороховой это сделать не могли. Но в тот день она была в фитнес-клубе. Ну, что? Взломан шкафчик, Гороховой? Я закончу исследование замка и напишу соответствующее заключение. Ну, что там, готово? Аллочка, вы знаете, я когда соглашался на ваше предложение, не думал, что я в свой выходной вместо отмокания в хамаме буду осматривать взломанные замки. А с ней всегда так. Так замок все-таки взломан? Да. Естественно. А я тоже, знаете ли, не в сауне парилась. А с записями камер видеонаблюдения на входе в клуб. Многих лиц, конечно, не видно. Кроме постоянных членов клуба туда ходят люди, купившие разовое посещение. Но один сотрудник колл-центра там точно был одновременно с Гороховой. Кто? Женин Куратов, Петя Маслов. Он купил абонемент сразу же, как только получил первый аванс за работу. Так мы с Ромой корочками потрясли, чтобы в женскую раздевалку войти. Как это Петя Маслов сделал? Вопрос. Вот у него и узнаем. Майор Никлюев, капитан Баринова. Здрасте. Что-то случилось с Петей? Я его мать. Не знаете случайно, где он находится? Нет. Он два месяца назад нашел работу и начал жить отдельно. Но это же нам, родителям, они все детьми кажутся. Парень взрослый, самостоятельный. И где он сейчас живет? Не говорил. И не заходил давно. Звонит иногда, говорит все нормально. Но хоть так. А недвижимость еще какая-нибудь есть? Может быть, дача? Нет. Дачи нет и гараж. Но там пусто. Машину я продала после смерти мужа. Гараж оформлен на покойного папы Пети Маслова. Нужны и слесарь, и понятые, или понятой слесарь. Да давай сами посмотрим. Если там пусто, чего зря людей дергать? Так у нас ключей нет. Убежаешь. Не вздумай. Стой здесь, я за понятым. Процедура стандартная. Много времени не займет. Спарта с собой? Хорошо. Так, граждане понятые, сейчас при вас будет осуществлен осмотр гаража, принадлежащего покойному гражданину... Ну, а тут не заперто было. Угу. Не заперто. Оп-ля. Это что такое? Это микроволновой излучатель. Такое используется для уничтожения насекомых в стенах деревянных зданий. Но над ним явно кто-то поколдовал. Усилил мощность или степень охвата. Да, такой штукой можно поджарить Кошкину через стену. Да, а стена гаража как раз прилегает к забору соседнего участка. А там нет камер наблюдения, идет стройка. И проникнуть туда, расплюнуть. Петя Маслов, говорил Женя? Да. Похоже, так он устраняет начальство, чтобы самому рулить колл-центром. А где Женя? Телефон Петя Маслова выключился час назад у колл-центра. Подключаюсь к эксерваку. Смотрю записи камер на это время. Ага. Есть. Он час назад вышел из колл-центра вместе с Женей. Ну что? За нас. За нас. За нас. Знаешь, я давно хотел тебе сказать, ты мне очень нравишься. Петь, тебе это всего лишь кажется. У тебя стресс. Тебе хочется тепла, поддержки. Не только. Ага. Откуда у психолога такие бабки? Не знаю. Может быть, у нее родители богатые. Окна темные, машины нет. Надо все-таки взглянуть на ее личное дело. Добрый день. Полиция. Майор Никлюев беспокоит. Скажите, пожалуйста, а Евгения Алехина мальчиков забирала? Нет, ничего не случилось. Ростана мне очень нужна по работе, а дозвониться не могу. Понял, спасибо. Нет. Не забирала. Остальных уже почти всех разобрали. Что-то точно случилось. Надо всех на уши ставить. Поехали в отдел. Да, но сначала в детский сад. Чтоб к утру все привел в порядок. Это чего ты делаешь? У нас сотрудники пропадают. А ты какого-то левого мужика по камерам вычисляешь. Да не левого. Телефоны Жени и Маслова у меня на контроле. Как только включаться, мне сразу смс-ка придет. Альфа. Альфа. Субтитры делал DimaTorzok Так, местонахождение определил? Естественно. Кидаю геолокацию. Так, так. Там датчика «Развалюшка» в довольно глухом месте. Сдана в аренду Петру Маслову. Я уже связался с хозяйкой. Угу. Давай туда тяжелых, а хозяйку с ключами я сразу туда. Не клюй его, не говори. Без него справлюсь. Окей. Субтитры делал DimaTorzok аж сфоткать охота. А чё, парень такой кислый? Проблема с эрекцией? Не обращай внимания, она всегда такая. Заботы, заботы! Палки, живого, я приехала. Парни, всё под контролем, примите. Иди, иди, умойся. Не беги только. На выход. Ты пристрелит на него руку. Давай живей. Ну ты мать даешь. Я думаю, он тебя похитили, пытают тут. Иголки под ногти вгоняют. Наед ты добровольно приехала. Но надо было с Китей поговорить по душам. В комфортной для него обстановке. То есть ты сама его насильно удерживала и пыталась своим психоанализом, да? Ну, типа того. А дети твои где? Я же мать. Я подругу попросила забрать их из сада. Не парь с собой забрали уже. Дверь закрой. Холодно. И что ты узнала из своего Ромео? То, что я ожидала. Он не такой циничный, каким и хочет казаться. Это бравада. Он мучается, старается заглушить в себе жалость клиентам. Он нормальный парень. Просто крышу снесло от легких денег, от возможности вылезти из нищеты. Позволить себе дорогой фитнес-клуб. Гаджеты, шмотки. Ну, может, оно и так. Только он к тому же. Еще и убийца. Что? Неполная сборка. Шесть секунд. Сборка пять. Уложились в норматив. Отлично. Не так. Давай, теперь ты. До утра справишься? Да, оно у вас. Так, ты теперь арестован за хамство старшему позванию. А я сбегу. Куда ж ты сбежишь, если тебя на шкаф посадят, а? Я не понимаю, что это за хрень. Ладно. Ладно. Посиди. Подумай. Успокойся. Только никуда не уходи. Ребята, он не врет. Судя по пластическим и мимическим реакциям, он напуган. Но чувства вины я не вижу. Опять ты со своей психологией. Давайте подождем. А что ждать? Я не собираюсь тут торчать до ночи и смотреть, как наш подозреваемый просто сидит на столе. Мы с Олегом приготовили ему небольшой сюрприз. И поверь мне, он долго не просидит ни тот темперамент. Видишь? Ему любопытно. Он видит излучателя первый раз. Купальник, видимо, тоже. Черт, он сейчас... Да пройти! Быстрее, быстрее! Купальник, подошел быстро! Вы совсем обалдели? Вот что, саняцу полковника не поджарили? Тебе ничего не трогай! Я же сказала, что сработает. Да я же не спорил. Убедилась, что Петя не вина? Нет, не убедилась. Он врет. Ты слишком плохо о нем думаешь. В любом случае, улик на него нет. Я могу задержать только на 48 часов. Так задерживай, а я буду искать улики. Витян восстановил маршрут передвижения Молчанова. Попробую выяснить, где ему отравили еду и коктейль. Вчера он поехал в кул-центр из дома, а накануне провел вечер в ночном клубе. А где все? Краны еще. Народ скоро потянется. А меня интересует вот этот чувак. Он позавчера здесь был. Помнишь его? А я не обязан помнить всех своих клиентов. А пароль доступа к серваку, куда записи с камер сливаются, ты знаешь? А постановление суда на изъятие материалов у вас есть? Студент-юрист, что ли? Точно. Ладно. Такого грамотного на понт не возьмешь. Смешай мне тогда безалкогольный коктейль какой-нибудь прозрачный. Угу. Ну ты прям фокусник. А хочешь, я тебе тоже фокус покажу? Смотри. Теперь я могу тебя задержать за то, что ты посетителя в наркоту впариваешь. Это что за развод, а? Хорошо учишься? Да. Ну тогда ты поймешь. На бокале чьи отпечатки? Твои? Эксперты на таблетке мои отпечатки ПЖС найдут? Нет. Потому что таблетка растворилась. Что вам нужно? Молчанов ваш постоянный клиент? Да. Позавчера он был один? Пришел один. Потом его какая-то блондинка склеила. Я ее не знаю. Ушли они вместе. И вот пароль от сирока. Умница. Только дурак. С испугу забыл про камеру видеонаблюдения. А на ней было видно, кто тебе в бокал таблетку кинул. Вы ж при исполнении. Ага. Вот голова и разболелась. Обезболивающая. Видишь, блондинка садится в машину Молчанова. Если он повез ее к себе, она вполне могла подмешать ему силикон в еду и порошок в протеиновый коктейль. Ну, я же говорила, что преступница женщина. Возможно. В смысле? Возможно. Посмотри, на записях лица не видно. Она как будто специально его скрывала. Ну, видно же, что это женщина. Откуда ты знаешь? Может, это твой Петя? Ну, что, он хорошенький, женственный. Для поддатого Молчанова он вполне мог сойти за женщиной. И, кстати, в раздевалку фитнес-клуба он вполне мог проникнуть, накинув халатик и полотенце на голову. Это же полный бред. Посмотрим. И Клюев как раз поехал в больницу допрашивать Молчанова. Вы можете описать эту блондинку? Слушай, честно, я в Зюзю был. Особо не разглядывал. Сейчас, сам знаешь, бабу потом на косметике просмотреть невозможно. Утром умоется, а там такое. Ночью приснится подушкой, не отмахнешься. Да мне было пофигу, с кем стресс снимать. Это она предложила поехать к вам? Ну. Ну и что? Как она? В постели? Да не было у нас ничего. Я в душ пошел, а замок заклинил. А пока дверь отжал, блондинка свалила. Опасно пускать домой, кого ни по поди. Потом ценных вещей недосчитаешься. Не, я проверил. Вроде ничего не пропало. Поэтому в полицию не обращался. Угу. Вы же не против, если мы осмотрим вашу машину? Валяйте. Угу. Ну что? Ну, девушки, рассказывайте, где волос нашли? В машине Молчанова. Вы уже экспертизу провели? Конечно. Волос из парика. Вот. Но на нем есть пото-жировые следы. Очевидно, тот, кто носил парик, поправлял голос голой рукой. Мне удалось извлечь ДНК. Следы женские. Вот. И еще. ДНК. Родственник ДНК. Одного из фагурантов. Вашего дела. Кого? Петра Маслова. У Пяти единственная родственница, мать. Ирина Маслова. Пытаюсь отследить ее телефон. Есть. Ее телефон фиксируется... У нас здесь. В отделе. Я кое-что на нее нарыл. Она химик, кандидат наук, преподает в ВУЗе. Я бы она могла синтезировать с силиконом, это тоже понятно. Но как она и случатель проапгрейдила? Ломанула гаджеты магов, так что я ее отследить не мог. Спокойно, Витян, разберемся. Черт. Хорошо, наш преступник женщина, что в который раз доказывает, что мы хладнокровнее и умнее мужчин. Да ни у одного мужика на такое тупо мозгов не хватило бы. Согласна. Но остались вопросы Витяны. Что-то тут не так. Я узнала о задержании сына, а поэтому пришла. Я была в ужасе от того, чем занимается мой Петя. И понимала, что он либо сядет, либо его убьют обезумевшие клиенты колл-центра. Не говоря уже о том, в какое чудовище он превратится. И я решила действовать. Синтезировала яды, изготовила излучатель. Взломала их гаджеты, слушала разговоры, изучила маршруты, привычки, пароли. Это неправда. Вы очень тесно общались с коллегами в нерабочее время. С физиком Хомским. Это же он для вас усилил мощность излучателя. Что вы ему сказали? Что у вас на даче на шерстве жуков, да? А для сына Мсурина и Вову попросили сделать программу для взлома гаджетов. Ему сказали, что сын связался с плохой компанией. Не трогайте их. Вы правы. Но я их использовала вслепую. Да и магов у меня не было цели убивать. Мне хотелось наказать их. Наказать. Но так, чтобы те, кто еще не вступил на эту тропу, задумались и испугались. Наш мир, он же ужасно несправедлив. Добрые, честные, умные, порядочные люди страдают. Страдают, живут в нищете. Их используют гады, у которых есть все и у которых даже болезни не берут. Мама, прости. Потом со мной. Прости. Она пишет признательные показания. Знаешь, хоть она и убийца, но я ее понимаю. Зато теперь колл-центр точно закроют. Кошкин и Молчанов получат по полной. На основании показаний сотрудников мы их точно долго закатаем. Да и Громобоя обещала поднять шумиху в прессе и на телевидении. Наконец-то народ поймет, что не нужно отдавать последние деньги за всякую хренотень. Так, ладно, я поеду закончу отчет. Встретимся на улице в восемь. Поедем поужинам в ресторан. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Мне тоже. Это что такое? А? Я тебя взял по доброте душевной, так сказать. Несмотря на твои обстоятельства. А вдруг ты появляешься? Два моих лучших работника подают рапорт на уловление. Ты их так допсихоанализировала, что они кукухой поехали. Причем оба. Ой, сори. Ну, проблем, че надо? Жень, это важно. Я выполнил твою просьбу, которая личная. Ты забеги потом ко мне, ладно? Это какие такие личные просьбы? В рабочее время. Возможно, это имеет отношение к моим, как вы говорите, обстоятельствам. Я попросила Витяна выяснить для меня кое-что. В нерабочее время. Которое уже давно наступило. Всего доброго. А я к тебе. А я вам всем, чтобы... Что-то вы... Я подумал, что нет сил хащиться в ресторан. Как насчет пончиков и какао? Сойдет. Эти чертовы маги свалились на голову. О, а я хотел поговорить с тобой. Обсудить наши дела. Олег, я знаю, что ты хочешь мне сказать. Можно я первая? Так. Я все поняла еще в тот момент, когда увидела, как ты играешь с пацанами Жене. Олег, тебе нужна нормальная семья, тебе нужна любовь, тебе нужна забота. Да не вот это вот все. Короче, я поняла. А ты можешь мне ничего не объяснять. И рапорт об увольнении можешь забрать. Я подала его сама. Женя была права, я тебе не подхожу. Да при чем здесь Женя? Я подал рапорт, потому что пока мы работаем вместе, у нас с тобой ничего не получится. Мы гряземся все время. Я хотел сказать, что мне не нравится, что ты приезжаешь ко мне переночевать. Мы что, студенты? Я хочу, чтобы ты переехала ко мне. И мы жили вместе. Ты согласна? Все начинается с запрещенной музыки. Сборище вечеринки, наркотики. Расклиния малолетних. Подсудимые обвинения вам понятны? Обвинения мне понятны, гражданин судья. Но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем и расстрелять невиновного. Вот ты выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как это классно. Ты тоже. Погнали. Тут холодно. Давай в машину. Погнали ко мне. – Приветствую. – Здорово. Привет. Можете мне объяснить, что это такое? Это наши рапорты об увольнении. Я вижу. Неслепой пока. Подскажи мне, вот ты, на хрена ты его подал, а? Товарищ подполковник, я хочу дальше развивать отношения с Аллой. Но при совместной работе это невозможно. А на работе это и не нужно. А ты подал рапорт в отместку ему из-за вредности. Присаживайтесь, любимые. Вот что я вам скажу, ребятки. Во-первых, по закону нужно отработать две недели. Вы у меня эти две недели так пахать будете. До посинения. А потом я вас сейчас отпустить не могу. Убийство женщины. Множественное. На живые. Вот так. Маньяк. Типун тебе на язык. Фото трупа уже в сети. Понятно. И теперь в СМИ вовсю трубят о маньяки. Вот. Вот поэтому надо как можно быстрее закрыть это дело. А потом идите куда хотите, если вам сексуальные амбиции важнее долга и чести. Вызывали? А, Фрейд, юбки. Проходи, проходи. Маньяки по твоей части. Так, на трупе множественные ранения. Возможно, на живые. А орудия убийства на месте преступления не найдены. Рядом с трупом найдена сумочка. Но ни документов, ни телефонов, ни нет. Ранения очень странно расположены. Как обычно, камера клуба смотрела в другую сторону. Свидетели ничего не видели. Иди в ноги. Переворачиваем. Стоп. Знакомое лицо. Почему-то никак не могу вспомнить. Где я ее видела? Вытеснения редко бывают. Просто так. Убитая связана у тебя с травматическими событиями. Может быть, с чьей-то смертью? Жень, ты можешь думать о чем-нибудь с другом, кроме смерти? Оспорим, я не могу тебя вспомнить. Я скажу тебе одно слово, а ты быстро, не думая, дашь мне на него две ассоциации. Лицо! Смерть. Красота. Ага, дай мне ассоциацию на эти слова. Смерть, экспертиза, красота, блондинка. А теперь на блондинку и экспертизу. Блондинка в законе, экспертиза в Шишкин. Блондинка в законе плюс Шишкин. Уголовное дело. Ассоциации к уголовному делу две. Учеба, юрокадемия. А теперь вспоминай, какие травмирующие события были у тебя во время учебы? Да не было у меня никаких травмирующих событий. Я была отличницей, меня обожали преподы. Ну? Ну что, говори. Да на последнем курсе умер наш научный руководитель Зарянский Никита Сергеевич. Норовой дед был. Вот. Даже ты не властен над своим подсознанием. Оно все равно будет вытеснять травмирующие события. Хочешь ты этого или нет. Слушай, не делай из меня психопатку, ладно? Наоборот, это признак твоего психического здоровья. А вот убитая, как ты связана с твоим профессором? Да никак она с ним не связана. Хотя я последний раз видела ее на похоронах. Она училась на курс старше. Мне кажется, ее Мил зовут. Звали. Спорт проигран. Проверил по базе выпускников академии. Судя по всему, наша жертва. Кротова Людмила Игоревна. 27 лет. Ее телефон включен, фиксируется в паре кварталов от места преступления. И она сейчас бурно общается с народом на своей страничке. Постит фотки эротические. Призрак, что ли? Витян, короче. Кидай геолокацию. Да, поймала. Спасибо. Потеряй меня на том светофоре, ладно? Тоже мне-то надо психолог. Тут труп в сети флиртует, а ей неинтересно. Очень интересно. Не оставляйте же мне мальчишек ночевать у соседей. Здравствуйте, граждане бездомные. Полиция. Вечер добрый. Мадемуазель. А? Телефончик будьте любезны. Эта мадам последние пары часов активно живет в аккаунте Милы Кротовой, которой очевидно принадлежит телефону. Ну, что, признаваться будем? Замочили хорошо одетую девчонку, отжали мобилу, кошелечек с наличкой. Никого мы не мочили. А вещички тогда откуда? С неба свалились. Ну, понятно. Значит, кто-то выкинул из эстакады. Ты что, ей веришь? Короче, договорились бомжики по-любованию. Мужикам кошелек с наличкой, бабе телефон. Так, телефон гораздо дороже стоит. Жизнь это не знаешь, психолог. Бабла до бухла путь короче, а телефон еще загнать надо. Так что, все это может оказаться классической бытовухой. Но зачем грабителям кромсать жертву? А когда трубы горят или под белочкой, еще и не такого утворяют. Ага. А вещи бомжей проверили? Следы крови нашли? Не нашли. Но на телефоне и кошельке Кротовой только их отпечатки. И ее. Доброе утро, девушки. Доброе. Заключение по трупу готово. Спасибо. Время смерти вчера, около 22 часов. Причина смерти, проникающее ножевое ранение в область сердца со стороны спины. Остальные раны наносились уже мертвому телу. То есть, варианта два. Либо убийца-маньяк. Либо не понял, что убил и бил до последнего. Ни то, ни другое. Убили не хаотично и не получают этого удовольствия. Убили так, чтобы имитировать ярость. А куда такие выводы? Раны расположены в геометрическом порядке. Думаю, что убийца не осознавал, что так наносят удары. Это произошло от натотичности их нанесения. Возможно, ты и права. Ну что, составил досье на убитую? А то. Из родственников у нее только отец. Кротов Игорь Филиппович. Владец строительной компании, не бедный чел. Мать скончалась три месяца назад в больнице. Сердечица была, хроник. После окончания академии Мила Кротова нигде официально не работала. Но деньги на счету у нее имеются. И немалые. Игорь Филиппович, вы помогали дочери материально? Нет, она не просила. Извините. Вот, ваше лекарство. Это Светочка, ближайшая подруга Милы. Она примчалась, как только узнала о случившемся. Ну, я не буду вам мешать. Света, останетесь, пожалуйста. Вы можете нам помочь. Игорь Филиппович, вы знали, что Мила не работала? Как? Работала в адвокатской конторе? Да, и она хорошо зарабатывала. Купила себе машину и снимала дорогую квартиру. Адрес квартиры подскажете? Я скину. А адрес адвокатской конторы или название? Нет. Она не говорила. Походу, Мила тупо врала про работу. Завела себе папика, который ее обеспечивал. Девка, она симпатичная. Но она была в костюме. Так одевается на работу и на деловую встречу. Проверить стоит. Ну что, удачи тебе в беготне по всем адвокатским конторам города. О, а я начну, пожалуй, с конторы Лунского. Она как раз недалеко от места убийства. И, судя по рекламе, он занимается сложными разводами. Ну, пойдем подброшить себя до города. Мне нужно ехать осматривать квартиру убитой. Да, Вить. Привет. Я пошарился в телефоне Кротовой. Тут, на удивление, мало контактов. А из фоток только селфи. Угу. Поняла. Спасибо. Вить, Вить, слушай, а посмотри, пожалуйста, нет ли там телефона этого адвоката Лунского? Неа. Нет такого. Тут только контакты отца, некая Светуся. Судя по переписке, это подруга. Салон красоты, несколько магазинов. Все в этом роде. Все, поговорил? Садись. Граждане понятые, осмотр квартиры, арендованной Людмилой Кротовой, будет осуществлен в присутствии согласия хозяйки помещения. А где личные вещи? А Мила жила тут всего месяц. Часто меняла съемное жилье. Я тянут по транзакциям, выяснил. Короче, надолго нигде не задерживалась. Да, шмотки-то, мягко говоря, не дешевые. Ты знаешь, что одежда этого бренда стоит, как крыло самолета? Так, интересно. Все такое чистое, аккуратное. Пальто такое грязное, как будто в нем в канаве валялись. Фрагмент ногтям с лаком. Следы губной помады. Знаешь, что самое странное? Такой тон платиновой блондинки Миле точно не подошел бы. Что нашел? А крышка неплотно прилегает. Ага. Так, монеты, подходите, пожалуйста, ближе. Становитесь здесь и здесь. Теперь наблюдайте. Ключи, очевидно, дубликаты. Это маникамеры. Ого. Это у нас мобильные телефоны. Много мобильных телефонов. Слушай, прям классический набор шпиона. Или киллеры. Ты чем занимаешься на рабочем месте? Работаю. Я тут такое нарыл в ноутбуке Кротовой. Тебе понравится. Не уверен. Столько досье на разных людей. Компроматы на них. А с телефоном что? Да они одноразовые. С каждого Кротова звонила какому-то одному абоненту. А вот с этого, например, она звонила Лунскому Ефиму Борисовичу. Адвокату. Женя про него спрашивала. Ой, Ефим Борисович, а я вас ждала. Меня зовут Женя Алёхина. Я была подругой Милы Кротовой. И я подумала, вы же с ней вместе работали. Может быть, вы мне поможете. Чем? Похороны организовать. Я вас не понимаю. Не знаю никакой Милы Кротовой. Гражданин Лунский? Да. У меня будет к вам пару вопросов. Конфиденциально. Подскажите, пожалуйста, в каких отношениях вы были с Милой Кротовой? Нам точно известно, что вы знакомы. Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Не обязаны, но я настоятельно рекомендую вам это сделать. Я отклоняю вашу рекомендацию. Ладно. Позже поговорим. В другом месте. Ну, хорошо, вы свободны. Можете идти. Ты че такой замученный? Ты была права по поводу Лунского. Похоже, Мил работал на него. Все абоненты, которым она звонила, с левых телефонов, это все клиенты Лунского. Вот вызвал их с утра, весь день провозился. Молчат? Молчат. Неудивительно. Ну да, люди в такой ситуации автоматически занимают оборонительную позицию. Гораздо эффективнее подловить человека в его среде обитания. Вывести на эмоции, дать почувствовать свою силу. И потом, ну, ошарашить своим вопросом неожиданным. Слышишь, не Клюев, что наука говорит. Нужно искать нестандартный подход. Иди ищи. Нет, у меня клиенты Лунского неинтересны. Компромат у Милы был не на них. Я лучше пообщаюсь с их бывшими половинками. Кстати, мы с Витяном выяснили, что все они подписали досудебное соглашение о разделе имущества или детей. Причем всегда в пользу клиентов Лунского. Хорошая идея. А я пойду доложу громобой о наших успехах, которых нет. Слушай, что бы ты там ни задумала, я тебе помогу. Тебе за детьми в садик пора. Точно. Евгения Васильевна, а у нас ЧП. Ваш Паша подрался. С кем? И зачем? Мальчик Ваня отобрал у него машинку. Паша всегда тушуется в таких случаях. А тут нет. Бросился отнимать. Толкнул Ваню, то ты разбил коленку. Спасибо за информацию. Ну что, мальчики, пойдемте. Пойдемте. Ну быстрей, быстрей. Ну-ну-ну. До свидания. Так, Паша, рассказывай, что случилось? Да, мам, все супер. Помнишь, я в детстве хотел быть покорителем Марса? Помню. Это все были глупости. Теперь я выбрал настоящую профессию. Хочу быть... Гангстером? Полицейским, как дядя Никлюев. Воспиталка не поняла ничего. Ванька не у меня машинку отнял, а у Эдика. А я Эдика защитил, а преступника наказал. Правильно. Нет, неправильно. Мам, ты в этом вообще ничего не понимаешь? Ты же психолог. Ну ладно. Если ты считаешь, что я ничего не смысляю в этом вопросе, давай поговорим с более продвинутым человеком. Я позову Никлюева к нам в гости. Ура! А он с пистолетом придет? Надеюсь, что нет. Алло. Алло, Олег, это я. Да, я хочу позвать вас с Аллою сегодня к нам на ужин. Круто, но не получится. Я не знаю, где у нас с Алло. Давай за ней! Водитель автомобиля 491. Немедленно остановитесь. Давай, прижимай ее! Да что ты тащишься? Уходишь же! Капитан Крошкин. Ай, Алло, приятно познакомиться. А в чем, собственно, дело? Она еще спрашивает. Вы распиваете спиртные напитки за рулем. Ваши документы. Ай, сейчас, минуточку. Сейчас. Так, где же... А как же так получается? Капитан Крошкин. Что, вам можно? А мне нельзя. Откуда это у вас? Я вижу, вы это кино не первый раз смотрите. Вам его показывала вот эта женщина. После чего вам пришлось при разводе оставить все совместно на житое имущество Жене. Вижу, я не один такой. Вы расследуете дело о шантажах? Мы расследуем дело об убийстве шантажистки. Вино, кстати, безалкогольное. Завтра жду в отделении. Прошу вас. Вот, не представьте себе. Берет его, берет его, берет его с чашкой, наливает. Какой-то совершенно непопротивный. Опаньки. Какие люди и без охраны. А это ты прямо здесь, в благотворительном фонде работаешь, да? Извините, девушка, но мы с вами не знакомы. Еще как знакомы. Вы просто меня... До свидания. Это вы меня просто в лицо не узнаете. Вы же в стриптиз-клубе ниже смотрели. Я вот сейчас разденусь, и все сразу станет понятно. Я женат. У меня кристальная репутация. Я руковожу благотворительным фондом. И вообще я никогда не был в стриптиз-клубах. Я выполнил все требования этой бабы, которую подослал адвокат моей бывшей. Я дал разрешение на вывоз дочери за границу. Что вам еще от меня надо? Денег? Показаний. Ой, извините, пожалуйста. Да, а можно вас на секундочку? Да. У вас просто такое располагающее лицо вот решило к вам подойти. Я просто новенькая, только что перевелась из другого отдела, решила узнать, как тут вообще работает, злой ли начальник. Ну, спасибо вам, конечно, за доверие. Но начальник у нас отличный. О таком можно только мечтать. Да? Да. А вы говорили, что он самовлюбленный придурок и импотент. Понятно теперь, чем Мила занималась. Она была у Лунского, тайной сотрудницей, эдакой Матайхари. Ну, короче, она узнавала у заказчика подробности жизни объекта. Спасибо. Потом послала его, снимала рядом квартиру, знакомилась, делала слепки ключей, проникала тайно в квартиру, ставила там прослушку и видеокамеры. Ну, короче, она собирала компромат, а потом шантажировала объект, требуя заключить соглашение в пользу Лунского. То есть каждый из объектов Милы мог убить ее из-за компромата или мести, из-за потерянного при разводе имущества или детей? А я уверена, что никто из тех объектов, с которыми я пообщалась, Милу не убивал. Из чего ты это взяла? Они были не напуганы, они были в апатии. Самое страшное для них уже случилось. Всплыли все их грешки. Люди, которые боятся обвинения в убийстве, так себя не ведут. Все это, конечно, круто, но к делу не пришьешь. А ты чего добилась от них? Ничего. Единственная новая инфа, что четыре комплекта дубликатов ключей из тайника Милы от их квартир. Но еще четыре комплекта остались бесхозными. Два принадлежат еще двум объектам Милы, но они ни при чем. Одна дома в Турции, другая в больнице. А меня больше всего интересует... Ну, вот этот объект. Ого, с ней еще не успела пообщаться. Это наша героиня из эротического видео Милы Сноута? Именно. Ведь она познала ее через программу распознавания лиц. Вероника Пахомова. Мать-одиночка. Не работает. Но при этом год назад купила квартиру и недавно дорогую машину. Но самое интересное, ни к одному из клиентов Лунского она вроде отношения не имеет. А, и ни с кем она не разводится. Она ни разу не была замужем. Интересно. Может, я с ней поговорю, а? Ведь Анна выяснила, что ее телефон находится на детской площадке в парке. Ну, валяй. Я больше по мужикам. Это к подобному. Но я пойду. А, и кстати, я жду вас обоих сегодня на ужин. А то вы от своего этого фастфуда скоро загнете. Принято. Сладенькое приготовь. Непременно. Сладенькое. 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 Ой, аккуратно. Как тебя зовут? Анюта. Эй, отойдите от моего ребенка. Ой, вы простите, пожалуйста. Мы просто с младшеньким здесь гуляем всегда. Он падает с качели и шишки набивает. А вы здесь рядом живете? Я вас, кажется, видела со своей знакомой, Милой Кротовой. Она здесь квартиру снимала. Не знаю никакую Милу. Ну ладно, будем знакомы. Может, как-нибудь с детьми погуляем. Женя. Ника. Ой, вы простите, мне бежать нужно. Ну, до встречи. Жень, идите кофе попейте. Я не могу сделать экспертизу ДНК за пять минут. Что с экспертизой? Аллочка, сейчас будет пять сек. Что ты хотела мне показать? У Ники Пахомовой теплый тип нежности. И оттенок помады тот же, что был на грязном пальто Милу. Видишь? Угу. Аллочка, у меня все готово. Извлеченный мною из следа помады и из фрагмента ногтя пальто, что образец ДНК совпадает с образцом ДНК вашей перчатки. То есть, принадлежит Мике. Промочка, Юрий Альминович, вы лучший. Да, неделю назад я заметила, как эта девица таскается за мной везде по пятам. Я подошла к ней и попросила объясниться, почему она меня преследует. Она заявила, что я ошиблась. Мы поговорили. Так поговорили, что ноги сломали. Ваша, ваша, вот экспертиза. И след помады остался на ее пальто. Ну да, я ее оттолкнула. Но к смерти ее я никакого отношения не имею. Оформите показания в письменном виде. Откуда у нее такая агрессия? На детской площадке она явно продемонстрировала страх. В чем тут агрессия? Что-то конкретное можешь о ней сказать? Ну, возможно, она скрывает какую-то тайну. Мила о ней узнала, а Ника... А Ника подкараулила возле клуба и зарезала. Агрессия сюда вписывается превосходно. В том-то и дело, что нет. Милу убили хладнокровно. А вот это уже вилами по воде. Женя, у меня в деле наконец-то появился нормальный подозреваемый. И я с него не слицу. Я проверил транзакции Пахомова и записи с камер. Летян, короче. Короче, у нее алиби. В момент убийства она несколько часов просидела в кафе. Твою ж... Тона-то психологию. Ну, новое ругательство от Бариновой мне прям зашло. Мне тоже. Где же Алла? Обещала приехать час назад. Так только к пирогу успеет. О, кстати, пирог. Коля! Коля! Пойдем, поможешь мне. Давай, давай, скорей. Пожай. Стой. Ну что, поговорим без женщин и детей? Пойми, если ты хочешь стать полицейским, тебе нужно научиться соблюдать правила. Этим мы и отличаемся от бандитов. Бандиты нарушают правила, а мы их соблюдаем. А как их наказать тогда, если они могут тебя убить, а ты их нет? Прежде чем наказывать бандита, нужно доказать его вину. А перед этим проделать много нудной работы. Без этого никак. А как? А нельзя просто убить преступника? Убивать вообще никого нельзя. А по-моему, плохих надо убивать нас совсем, чтобы хорошим жить не мешали. Паш, ни в коем случае. По-моему, в пирог в меня уже не влезет. В меня влезет. Тогда иди ешь пирог с братом. А мы с твоей мамой немного поговорим. Хорошо? Давай. Беги в комнату. Ты чего? Знаешь, дети до шести лет воспринимают смерть как возвратный феномен. От сна можно пробудиться, значит, от смерти тоже? Паша еще совсем недавно спрашивал меня, когда его отец вернется оттуда. А теперь он осознал смерть как конечное невозвратное явление. А я даже не успела заметить, как он перешел на следующую стадию. Алла на работе? Не знаю. Алла, слушай, я, я поняла, откуда у Ники Пахомовой взялась агрессия. Знаешь стадии принятия неизбежного? Первая стадия отрицания, вторая гнев. Надо искать смертельную опасность, которой угрожает Ники. Да, Женя, поняла. Витяна, чем занят? Проверь-ка мне передвижение телефона Ники Пахомовой. Чем, черт не шусь? Ну, Женя права. Ника смертельно больна и врачей посещает? Так, да не врачей она посещает, а салон красоты. Чуть ли не каждый день она и сейчас там. Нет, не выглядит она как женщина, злоупотребляющая бьюти-процедурами. Ну, может, она там встречается с кем-то? Проверь. Походу, я прав. Когда в салоне фиксируется телефон Пахомовой, там же всегда фиксируется телефон владельца сети этих салонов. Марка Абрикосова. Он тоже сейчас там. А проверь, была ли среди клиентов Лунского, с которыми Мила общалась по левым телефонам, некая Абрикосова. Молодец. Эй, стой! Че нарыла? Музыка. Музыка. Папао. Ой, чёрт. Слишком много чести. Можно просто капитан Баринова. Вы что себе позволяете? Вообще как сюда попали? Два года назад вы, Вероника Львовна, проходили как свидетель по делу об ограблении. И, судя по материалам дела, на тот момент вы являлись сожительницей главного обвиняемого рецидивиста Карасёва по кличке Карась. Кстати, дочку вы зачали как раз в тот недолгий момент между его отсидками. Это ведь Карась через своих корешей на воле снабжает вас деньгами. Мне его деньги не нужны. Ясно. Но если он узнает, что вы ему изменяете, жди беды. Идём дальше. Жена вашего любовника Марка решает оттяпать у него жирный кусок имущества при разводе. Она обращается к адвокату Лунскому, Лунский нанимает Милу Кротову, а та расставляет по вашему кабинету скрытые камеры. Но Мила пока что не понимает ценности своего кинофильма и решает предъявить это видео объектом. Возможно, даже угрожает выложить его в сеть. Реакция превосходит все её ожидания. Вы, Нюка, оказываетесь рядом с Марком и набрасываетесь на Милу, чуть не убив её на месте. Но это, конечно, было бы глупо, поэтому Марк позже хладнокровно убивает Милу, чтобы его самого не замочил карась. Фух. Про карася это правда? Прости, пожалуйста, что тебя разбудила. Да ничего. Ты оформила задержание? Ага. И хочу это отпраздновать с тобой. Может, пиццу закажем? Пиццу? Нет, не хочу пиццу. Я хочу тебя. Да. Я уже поел у Жени. Ты ещё лет не ел домашней еды. Подожди минуточку, ладно? Только минуточку. Ну, хватит уже эти таблетки есть. В смысле? Ну, вредно же. То есть, ты хочешь, чтобы я тебе детей рожала и жрачку домашнюю готовила? Об этом ты мечтаешь? Так это не ко мне, это к Жене надо. У неё лучше получится. Алла. И дети у неё уже готовые есть. Ну, что ты начинаешь-то, а? Удачи. Алла. 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 Послушайте, я ничего не знал. Ника, она сказала, что замужем, поэтому мы должны держать отношения в тайне. Я понимаю, она, она боялась, что я брошу ее, узнав про этого карася. Но это не так. Я не брошу. Я увезу ее на край света, где никакой карась нас не достанет, и мы будем счастливы. Послушайте, отпустите нас, пожалуйста. Ведь я никого не убивал. А я ему верю. Если он не знал про карася, значит и Милу не убивал. Из чего вдруг ты ему веришь? Ты даже тесты свои дурацкие с ним не проводила. И вообще, какой толк от твоей науки, если у тебя вместо реальных фактов одни домыслы? Да пойми ты, моей областью психологии практически никто всерьез не занимался. Чтобы выяснить, чем отличается реакция убийцы на убийство от реакции, например, свидетеля, надо собрать огромный материал, создать методики, посчитать по формулам результаты. Ну, какие-то вещи уже просчитаны, они нам помогли в расследовании предыдущего дела. Но мне иногда пока приходится полагаться на интуицию, которая, чтоб ты знала, является не домыслами, а мгновенным анализом на уровне подсознания, основанном на опыте. Да не верю я в интуицию. Занимайся своей криминологией будущего, а мне работать надо. Ну, тогда я не буду мешать. Не знаю, хочешь бей меня, но я ему верю. Интуитивно. И ты туда же. А что, Женя так же считает? Да. Ну, у нас улик против него нет. А умный преступник улик не оставляет. Вот и Женя, по ходу, не оставила. Ты о чем? Я видела ее личное дело. Оба ее мужа умерли не своей смертью. И от обоих она получила наследство. Официально, конечно, обе смерти признаны несчастными случаями. Ты что, все сейчас думаешь, что Женя черная вдова и убила своих мужей ради наследства? Ты серьезно считаешь, что она невинная овечка? Олег, очнись, она психолог. Причем очень хороший. Она кому угодно может мозги запудрить. Только не мне. Осяненька. Я знаю, ты упертая. Ты не успокоишься, пока не проверишь все возможные варианты. Это какие же? Остался один неопознанный библикат ключей из тайника Милы. А это значит, что у нее был еще один объект, о котором мы пока ничего не знаем. Точно. Пойду поговорю с Лунским по душам. Господин Лунский. Опять вы? Я знаю, что для вас делала Мила. Не докажете, что для меня. А для скандала в СМИ доказательства не нужны. Хорошо. Что вы от меня хотите? Список клиентов, с которыми работала Мила. У нас там человечка не хватает. Хорошо. А лучше список всех клиентов. А то мало ли что. Ладно. Это клиенты Лунского, с которыми работала Мила. Но эти уже отработаны. А где полный список? Вот. Ой. Что ты хочешь там найти? Понятия не имею. Алла у нас не верит в интуицию, но, похоже, интуиции верят в Аллу. Зачем-то она же раскрутила Лунского на эту инфу. Чебаков прописан в том же доме, где и Мила снимала последнюю квартиру. Совпадение? Не думаю. Да. Этот Чебаков, Егор Клинович, разводится со своей женой, Еленой Альбертовной Чебаковой. Через суд. Потому что у них есть четырехлетний ребенок. А Елена в соцсетях пишет пост о том, что ее муж тиранами взорвает. Да. Здравствуйте. Можно? Я Чебаков, меня вызывал и капитан Баринова. Проходите, садитесь. Вы по адресу прописки проживаете? Нет. Сейчас там живет моя бывшая жена с ребенком. Я обратился к адвокату Лунскому. Хотел, чтобы сын остался со мной. А где ваш ребенок сейчас? У бабушки, у моей мамы. А что? А когда вы забрали ребенка у супруги? Вчера. Это было запланировано заранее? Это никого не касается. Не понимаю, почему вас так взволновал мой невинный вопрос. Ау, что здесь что-то странное. Дверь не заперта. Ау, что здесь что-то странное. Дверь не заперта. Сегодня создают семейный союз Наталья Баранова и Рутенда Гмебезова. Ну, Гмебезов. Это нормальная эта фамилия? Вызывайте скорую, срочно! В кабинете путешественника разберутся. Там изучают болезни экзотические. Закрытая секретная исследовательская лаборатория. Возглавляет ее некоторый Роман Куницын. Я ваш лечащий доктор Куницына Ирина Владимировна. Два светилы вирусологии в нашей семье. Этот кабинет должен был возглавить я. Рома изобретал препарат, который поборет этот вирус. Что бы со мной не случилось, доведи мое дело до конца. Вы понимаете, чем рискуете? Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это точно Елена Чебакова? Из сумочки в комнате. Да, это она. Синюшина слизистых, пена у рта, на губах следы от труботы. Похоже на отравление. С утра ты вроде психологом была. Я в медицинском училась. В любом случае, это поживым ты спец. А мертвыми пусть субтитры разбирается. Собираем тело. Так, изымаем еду, напитки, посуду, лекарства. Все для экспертизы. Теперь Чебакову не с кем судится. Ребенка автоматически передадут отцу. Чебаков – клиент Лунского. А клиент Лунского всегда выигрыш. Вопрос, какой цены? Неожиданно. Аллочка, а я вас жду. Вот кофе сварил, за пироженными сбегал. Вам же нужен результат экспертизы. А я вам ничего не скажу, пока вы со мной кофе не выпьете. А то вы все обещаете, обещаете. Так, а вы знаете, что шантаж – деяние уголовно наказуемое? Хорошо. Пью. Пироженку. Ем. Смерть Чебаковой наступила от передозировки фесалина. Это синтетический наркотик? Он самый. В волосах погибшей обнаружены следы его регулярного употребления. Хотите сказать, это не убийство, а банальная передозировка у наркоманки? Ну… Но зачем тогда Чебакову было обращаться к услугам Лунского и его добычицы компромата Миле Кротовой? Нужно было просто затребовать медицинскую экспертизу, предоставить результаты в суд, и ребенка бы отдали отцу. Не все так просто. В витаминах, которые принимала Чебакова, я обнаружил фесалин. В микродозах. Получается, Чебакова съела сразу несколько капсул? Или одну, но со смертельной дозой. Тогда получается, это не банальный передоз, а не тривиальное убийство. И это не все. Аллочка у меня для вас настоящий подарок. Я могу назвать имя убийцы. Ну? Пироженку. На пузырьке от витаминов, кроме следов Чебаковой, я обнаружил потожировые следы Милы Кротовой. То есть, получается, Мила подложила капсулу с наркотой Елене Чебаковой, с микродозами, чтобы в волосах остались следы приема, и одну капсулу со смертельной дозой сверху, чтобы ни у кого не осталось подозрений. Ну, передознулась наркоманка, с кем не бывает. Но как Мила умудрилась так проколоться, оставив свои следы на баночке? Возможно, следы попали путем переноса с перчаток. Кротова голыми руками трогала перчатки, а затем этими перчатками брала баночку. Ну и на старуху, как говорится, бывает. Спасибо большое за кофе. Мне нужно просить соседей погибшей. Я вам убийство раскрыл, а вы опять убегаете. Ромочка, раскроем дело. Я вас приглашу на ужин. Честно. Хочется верить. Так, ребята опросили соседей. Мила познакомилась с Еленой, бывала у нее в гостях. Понятно, как она сделала дубликаты ключей и отравила капсулы. Да ищи, ищи. Все-таки глупым было выбирать такой способ убийства, если Елена никогда не употребляла наркотики. Нашел. Ты права, она и раньше употребляла. Вот, входила в закрытую группу помощи наркоманам. Дуродов состояла на учете, после вылечилась и с учета ее сняли. Ну вот, все сходится. Убийца был уверен, если ее найдут с передозом, а в волосах обнаружатся следы употребления, убийство спешут на срыв из-за стресса по причине развода. А главное, Лунский опять выигрыша. Молодец. Произвол я вам такое устрою. Ефим Борисович, успокойтесь, пожалуйста, пусти. У нас есть полное право задержать вас на сорок восемь часов. Но пока я такого решения не приняла. Я, я всегда готов к сотрудничеству. Нельзя было меня пригласить как-то интеллигентнее, а не присылать этого орангутана. Да, что ж за день-то такой? Извините, пожалуйста. Лейтенант, проводите гражданина. Похоже, на Елену просто не нашлось серьезного компромата. Она уперлась и наотрез отказалась отдавать Чебакова сына. А Лунский, я думаю, за хороший гонорар решил пойти на крайние меры. И поручил Миле решить проблему радикально. А потом просто устранил Милу как исполнителя убийства. Или чтобы не делиться гонораром. Мы с Витяном проверили, Милу в последнее время крупных сумм на счет не кидала. Нет, ребят. Лунский дико брезглив и он просто помешан на идеальности своего внешнего вида. Это довольно частое проявление страха смерти. Человек боится грязи, хаоса, непорядка. Это все ассоциируется у него со смертью. Спасибо за наводку. Будет молчать. Я вылью на него пакет сока. Убить дистанционно, чтобы не видеть смерть жертвы, Лунский вполне мог. Но кромсать Милу ножом нет. Он хитрый. Может знать про все твои психологические примочки. Как там, Паша? Беседа помогла? Да. Спасибо тебе. Не за что. Так что случилось? Как подрался? Ладно, да, я выезжаю. От центра подкинешь? Да, конечно. Что-то тряслось? Да у меня старшенький. На днях в садике подрался, а сегодня украл у девочки телефон. Сочувствую. Но ты особо не парься. Я в его возрасте не такое вытворял. Давай садись. А я хотел тебе про Чебакова рассказать. Он снимал со своего счета крупные суммы денег. Для Милы? Нет. Все деньги потратила его будущая, бывшая жёнушка. Гаджеты, шмотки, бары. Да, Алла? Окей, сделаю. Алла попросила выяснить, в каких барах тусовалась Елена Чебакова. Видимо, посплю в другой жизни. Спасибо, Жень. Ладно, давай. Ну что вы, я ни за какие деньги на мокроху бы не пошёл. А Мила? А вот в ней не уверен. Честно говоря, я сам её побаивался. Она ведь любила только своих родителей и эту подругу семьи, как её Светлана кажется. Остальных она не щадила. А отравить Елену Чебакову наркотиками была ваша идея? Нет, ну что вы, это Мила предложила. Но вы не отрицаете, что Чебаков хотел забрать у жены сына. И именно вы свели его с Милой. А какой смысл отрицать, если вы и так всё прекрасно знаете? Я сразу отстранился от этого дела, как только Мила заикнулась о наркоте. О чём они там договорились с Чебаковым, я уже не в курсе. Ну хорошо. Отпускаю вас пока под подписку о невыезде. Можете оформить у дежурного. Да, понимаю. Спасибо. Похоже, Лунский не врёт. Получается, Мила без его ведома договорилась с Чебаковым об убийстве Елены. Слушай, если у нас на сегодня всё, может быть поужинаем, поговорим? Извини, но на сегодня у меня другие планы. Какие планы? А я иду в бар. Пока ещё не выбрала в какой. Одна? А ты не волнуйся, я там обязательно с кем-нибудь познакомлюсь. Привет. Привет. А мне для начала Лонг-Айленд Айсти. Окей. А у вас тут клёво. Понятно, почему Ленка тут зависает. Чего за Ленка? Это подруга детства. Вот. Знаешь? Да, она у нас тут часто тушится. О! Ты нашу Ленку знаешь? Да. Давно её не было видно. Да у неё проблемы в семье. Не в курсе. А ты ничего такая. Слушай, может пойдём к нам? Я тут с кореша моего девушкой отдыхаю. Они тоже Ленку знают. Ну, как бы её подруга, наша подруга. Вот, полюбуйтесь. У Евочки пропал телефон. Мы всё обыскали бестолку. Стали осматривать шкафчики ребят и телефон нашли. Шкафчики Паша. Вы ничего не хотите сказать сыну? Я обязательно поговорю с сыном. Наедине. Не люблю публичные экзекуции. Ну, что скажешь на этот раз? Я не крал телефон. Наоборот, я видел, как телефон у Евки спёл Ванька. Дядя Олег сказал, что надо забирать доказательства вины человека. Я забрал телефон у Ваньки и спрятал. А ещё взял у Ваньки машинку. Мам, гони! Быстро! Воспиталка заметила, что телефон Евки на шкафчик незаметно забрала. Дай. И машинку тоже. Дай. И машинку. Мы сейчас пойдём обратно и всё всем вернём. Теперь всё будут думать, что я вор. А я бы на месте Ленки от этого абьюзера давно бы свалила. Слушай, реально, сейчас вообще никого не парить, что баба не замужем. Даже в тренде быть свободной, как ветер. Ну, такая себе свобода с киндерами. И чё Ленка своего мелкого папаши не сбагрит? Слушай, я вот тоже не вырубаюсь. Мне кажется, он вообще и нафиг не нужен. Даже я вот сама child free, а Ленку троллю. Типа, ну почему она тут зависает, а киндер дома один? Но ей вообще пофиг. Мол, он спит, ничего с ним не сделаете, прикинь? Жесть. Привет. Привет. Слушай, прости, что я опять со своими проблемами. Мне просто не к кому больше обратиться. Да брось, я рад помочь. Выходим. Ну, здравствуй, Паша. Привет. А вот и вещь Доки. Так. Вот это нам нужно вернуть. Но сначала я попросил нашего эксперта в нерабочее время провести экспертизу отпечатков пальцев. Прямо при тебе. Я уже обо всем договорился. И если твоя история подтвердится, я сам поговорю с воспитательницей, с родителями Вани, с Евой. Но мы им не скажем, кто брал телефон. Ты думаешь, мы поступаем правильно? Да. Но это при одном условии. Ты больше не будешь заниматься полицейской работой до окончания академии. Договорились? Честные слова. Олег, я… Вези, Коля, домой, а я Паша тебе попозже привезу. Хорошо? Спасибо. Давай. Ну, как? Коллегу смотрела в процессе экспертизы. Вижу. Рассказ свой подтвердился? Полностью. Спокойной ночи, пап. Спокойной ночи, пап. Спокойной ночи, малыш. Жень, ты чего? Он совсем не помнит отца. Пойдем, я хоть чаем тебя напою. Жень, как ты справляешься одна? Я… Плохо справляюсь, Олег. Это на работе я психолог. Думаю… Классический вариант сапожником и сапогом. Я, правда, стараюсь изо всех сил. На детям нужно надеться. А ты не думала попробовать еще раз? Выйти замуж нету. Я… Я боюсь, это глупо. Я просто больше не смогу потерять любимого человека. Ты… Ты не подумай, я абсолютно рациональный, я разумный человек. Но порой… Порой мне кажется, что… Это я виновата в том, что мои мужья погибли. Ты же понимаешь, что это чушь? Иди сюда. Все будет хорошо. Иди сюда. Ты встречишь своего человека, который тебя полюбит. И ты его. И будете жить долго и счастливо. Мать, уходи опять кровать мокрая. Иду. Ты… Ты извини, я тут расклеиваюсь совсем. Да ладно. С кем не бывает. Я побегу. А чай? В другой раз. Доброй ночи. Олег, спасибо тебе за вчерашний вечер и за сегодняшнее утро. Я… Звучит интригующе. А с какого перепуга ты моего подозреваемого забрал? Надо было. И ты не поняла, мы с Женей… Да мне не важно, чем вы там занимались. Я не в обиде, правда. Я тоже вчера отлично провела вечер и часть ночи. Это ты опять что-то с подозреваемым взмутила? Да, это я попросила Олега привести Чебакова в морг. Для типа официального опознания тела его жены. Хочу посмотреть на его реакцию. Хочешь понять, любил он ее или нет? А это ничего не даст. Убить можно и любимого человека. Например, за измену. Спонтанно, в ярости, да. Но не наняв исполнителя, из-под тяжка отравить, а потом добить. Ладно. Давай посмотрим на его реакцию, так расколоть будет проще. Я думаю, лучше, чтобы рядом с ним был Олег, а не ты. Если Чебаков реально тиран-абьюзер, ему проще будет откровенничать с мужчиной. Ну, допустим. Пойду тогда перекушу. А ты голодная, как зверь. После бурной ночи. Гражданин Чебаков, вы подтверждаете, что это ваша супруга Елена Чебакова? Да. Леночка. Егор Климович, вы сможете позже попрощаться. Да, пожалуйста. Еще минуту. Леночка, нам с тобой не повезло в жизни. Не склеилось. Но там я хочу, чтобы мы были вместе навсегда. Леночка. Ты сам все видел? Да. Свободен. Свободен. Извините, что не сдержался. Не понимаю, если вы так любили свою жену, как же все это случилось? Лена всегда была легкомысленной красоткой. Роковой женщиной. Моей Кармен. Я надеялся, что она изменится после рождения сына. Зря. Она продолжала тусоваться в сомнительных компаниях, выпивать. Я пытался ее резонить. Она меня крестила тираном, абьюзером и подала на развод. Я боялся, что из-за ее профинизма с сыном что-то случится. Поэтому я обратился к Лонскому. И когда полюбовно договориться не удалось, вы заказали умелой Кротовой свою жену. Ну что вы? Нет, нет, нет. У меня и в мыслях не было убивать. Мать моего ребенка. Я ее любил, несмотря ни на что. И до сих пор люблю. Так о чем вы договорились с Кротовой? Поймите, у меня не было выбора. Ваша жена не заметит действия микродоз наркотиков. Потом мы докажем, что нас нового употребляет. Сможем добиться лишения ее родительских прав, по крайней мере, временного. Ладно. Как же мы с вами Митя? Что, если она слетит с катушек даже от микродозного наркотика? А вдруг он как-то пострадает от этого? Ну не знаю. Дайте ей денег, пускай развлечется. Ребенка пока заберите. Отдайте к бабушке. Решайтесь. Времени у нас мало. Ты мой сын. Я делаю это ради него. Меня интересует не ваш сын, а ваша супруга. Мне нужны ее адрес, фото, привычки, вкусы. Если вы не возражаете, все это я буду записывать на диктофон. Делайте, что хотите. Это мой личный. А это рабочий. Он не авторизирован. Связываться с вами я буду с него. Мы тщательно соблюдаем конфиденциальность наших клиентов. Знаете, я вообще не поверил, что это мило справиться с задачей. Она произвела на меня какое-то несерьезное впечатление. Гламурная фифа, вся в розовом. У нее даже телефон был розовый. Розовый телефон? Мы нашли у нее золотой телефон. Может быть чехол был розовый? Да нет, нет. У меня магазин гаджетов, я в телефонах разбираюсь. Ну что ты там тормозишь? Работаю как могу. Вот. Золотой телефон, который ты отжала у бомжей, Мила купила недавно. Ага. В тот же день, когда подралась с Никой Пахомовой. А может Мила, когда упала в лужу, уронила туда и свой телефон? Ну что, малыш, теперь можно и на морюшко? Не успели. Не переживай ты. Я смогу тебя защитить. Круто. Это вы от бандитов Карасевских собрались монтировкой отмахиваться? Извините. У меня будет к вам пару вопросов. Да, конечно. Мы рады будем помочь. Ника, вы можете подтвердить, что в тот день, когда вы подрались с Милой Кротовой, она уронила в лужу телефон? Да. Я тоже видел. Телефон был розовый? Да. Это все. Спасибо. Алла, мы вам очень благодарны, что вы добились снятия подписки. Мы теперь можем уехать. Да. Спасибо вам большое. Хорошо. До свидания. Хорошей дороги. До свидания. Аллочка! А где Аллочка? Аллочка куда-то усвистела. А нам с вами вместе придется разгребать весь этот хлам из квартиры Кротовой. Я приехал помогать. Вы можете рассказать, что за квитанцию мы ищем? Аллочка по телефону толком ничего не объяснила. Витян, наш компьютерщик, выяснил, что после драки с Пахомовой, Мила звонила в сервисный центр по ремонту мобильников. Мы с ним связались. Оказывается, телефон Милы все еще там. Розовый, кстати. А квитанцию должны отдать клиенту. То есть надо найти эту квитанцию? Надо не найти эту квитанцию. Если квитанция не от вещах, как и в квартире Милы, значит ее забрал убийца. А это означает, что в телефоне Милы есть что-то очень важное. Ну, давайте искать и не находить. К сожалению, я вряд ли могу вам чем-то еще помочь. Не знаю, кто еще мог желать смерти Милы, кроме ее объектов. Вы знали все тонкости ее работы? У нас друг от друга не было секретов. Мы очень давно дружим. Правда, в последнее время мы редко виделись. Знаете, жизнь сумасшедшая. Заботы, хлопоты. На кофе с подругой нет времени. Если бы я знала... Да, как говорил классик, плохо не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Судьба частная дает нам возможности попрощаться с близкими. У нас остается только воспоминания о них, их вещи, через которые мы как бы продолжаем общаться с ними. Криминалисты уже отработали все улики. Но я выплесила у них шарфик Милы, чтобы отдать вам на память подруге. Спасибо. Это очень мило. Мне пора бежать, у меня массаж. Мне тоже пора. Удачи вам, Света. И вам. Музыка. 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 А ты здесь? Это хорошо. Надо поговорить. Вы танцу нашли? Нет, не нашли. Ясно. Все версии с работы Милы уже пропахали. Значит, мотив зарыт где-то в ее личной жизни. Да, мы с Женей так же решили. Она уже поговорила с подругой Милы, с Ветой, и та тоже ничего не знает. Значит, ты уже с Женей расследование ведешь? А если можно что-нибудь поесть, а? Тему не меняй. Хорошо. Ты же не дала нам Жене рассказать про вечер и утро? Я расскажу сейчас. Вечером я ездил доказывать, что сын Жени, Паша, не трал телефон. А утром я ездил в детский сад, общаться с воспитательницей и детьми. То есть, подкат через детей, да? Классно. Женя жжет. Настоящий психолог. А что-то мы все обо мне с Женей? Мне вот, например, интересно, где ты была вчера вечером и ночью? И почему ноутбук закрыла, когда я подошел? С кем ты переписывалась? Работала я вчера до поздна. Общалась с друзьями Елены Чебаковой в баре. Тему не переводи. Что в ноутбуке? Не важно. Мне важно. Сам напросился. В ноутбуке дело о гибели второго мужа Жени Алёхина. До первого не докопаешься, хапанул нитроглицерин с алкоголем. Инфаркт. А вот в деле второго мужа Алёхина я нашла одну нестыковочку. Какую? Знаешь, как умер Алёхин? Он поскользнулся в ванной и ударился виском о вентиль крана. Но буквально за пару недель до своей смерти Алёхин покупает дом, в котором сейчас живет Женя. Это фото дома для продажи из архива риэлторского агентства. Смотри, какой кран. Видишь? Вижу, что. А это фото, которое сделали полицейские, которые прибыли на место происшествия. И что? Кран другой. Зачем человеку, который въезжает в дом со свежим ремонтом, менять кран? Ну, может быть, новому хозяеву мне понравился старый кран. И они не решили его поменять. Ты понимаешь, что этим краном Алёхин мог кто-то ударить? И просто поменял его на старый? Это же практически идеальное убийство. На кране следы крови Алёхина. И никому в голову в жизни не придет, что это не несчастный случай. Никому? Кроме тебя, да? С твоим извращенным работой. Мозг. Но не верю, что Женя убила своего мужа. Что ты хочешь сделать? Да есть у меня здоровые идеи. Жалко, я не донатный психолог. А то я устроила бы Жене проверочку. Жене проверку. Вчера, после того, как Света выбросила шарфик Милы в сквере, я следила за нею, все видела из машины. Я воспользовалась методом Милы и ее запасными ключами от квартиры Света. Подбросила шарфик и поставила скрытые камеры. Ты что, сперла улику из вещдоков? Конечно, нет. Я купила такие же шарфики. Я заподозрила Свету, потому что поняла, если все дело в розовом телефоне, личном телефоне Милы, по которому она так же, как по золотому, говорила только с отцом и с подругой, значит, этот телефон был важен для кого-то из них. Об этом мы тоже вчера догадались. Не мы, а я. В общем, когда Света увидела выброшенный шарфик у себя дома, она выдала реакцию подавленной вины, которая часто переходит в страх. Как у Пушкинского Бориса Кодунова. Мальчики кровавые в глазах. В данном случае шарфики. Да мало ли в чем Света была виновата перед Милой. Я не знаю, может, она у нее любовника увела. Это лирика. А мне нужен конкретный мотив и улики. Капитан Баринова. А вот и улики. Только что отзвонились Пепси, которых я припахала следить за мастерской. Они задержали человека, который по квитанции пришел забирать телефон Милы. Пойдем. Где? В машине. Света? С какой стати меня задержали? Я всего лишь забрала телефон подруги из ремонта. За пару дней до смерти она попросила меня об этом. Отдала квитанцию. Я живу рядом. Посоветовала ей этот сервис, когда она сказала, что уронила телефон в лужу. Что тут такого? Да пока ничего. Но квитанцию телефона нам придется изъять. Это улики. Верните мне потом телефон, ладно? Это все-таки память. Вернем, когда найдем убийцу. И ничего в этом телефоне такого нет. Семейные фотки Мила с мамой, с отцом, с подругой. И нафига нам вся эта идиллия? Стоп. А вот это уже интересно. Что интересно? Света с каким-то мужиком на балконе голые. Она же свободная, а не замужняя. А может, мужчина женат, а это компромант на него? А может, как в том анекдоте, когда их жена застукала, им пришлось голыми на балконе прятаться? А Мила как-то умудрилась их сфотографировать. У меня слуховые галлюцинации. Да, я с вами в шоке. В кое-то веки наши, да, мы единодушны. А пробей-ка этого гражданина по системе распознавания лиц. Есть. Некий Кирилл Лавров работает массажистом в салоне. Он, кстати, женат. А дай-ка мне его телефончик. Я его на допрос вызову. Погоди. Ты же сама говорила, что лучше в естественной среде. Я попробую? Наваляй. Только мне нужна будет помощь Олега. Кто бы сомневался. Найди мне, пожалуйста, телефон этого массажного салона. Жарко тут. Я вас не смущаю? Нет, что вы. Мне все нравится. Какие у вас сильные руки. Мне все клиенты так говорят. Особенно клиентки. Да. Мне подруга, которая вас рекомендовала, сказала, что вы спасли ее от боли в спине. Я к ней ездил на дом? Нет. Она к вам ходила на сеансы. А мне было лень тащиться. Но сейчас у меня отдых, расслабуха, муж в командировке. Господи, это муж. Вернулся раньше с командировки, чтобы меня проверить. Он у меня такой ревнивый. Фух, это ты? Не помешал? Не муж? Нет. Коллега. Наверное, не просто коллега. Раз у него ключи от дома есть. А я просто массажист. Вот. Телефон салона. Можете позвонить и убедиться, что меня первый раз вызвали на этот адрес. Специально в кармане визитки носишь, чтобы раздавать рогатым мужьям? Ну, типа того. И часто ты так попадаешь? Было... Пару раз. Расскажешь? В общем, хувыркались мы как-то с одной кисулей в постели у нее. А ей на съемную хату богатый папик бабло отваливает. Ну и вот, в самый ответственный момент он заявляется неожиданно. Мы чуть не спалились. Забавно. Это тебе забавно. А он дверь автоматически запер. Ну, видимо, подумал, что пассию свою не застал и ушел. Мы так голые на балконе и зависли. Чуть дубу не дали от холода. И как вы выбрались? Вызывали МЧС. Да ты че? Чтоб над нами весь подъезд угорал. Хорошо, она телефон на балкон взяла. Подруге позвонила, а у той ключи запасные были. Ладно, давай знакомиться по-настоящему. Майор Николеев? Ты скажи, ты этого папика видел? Это че? Разводка была? Типа, новые методы у ментов? У полиции. Ты говори, а то я же могу твоей женушке-то все рассказать. Ну да, видел папика через шторку. Пописать сможешь? Он высокий, седой, с брюшком. Он? Да. Понятно. Папик Света и отец Милы. Игорь Крутов. Понимаете, роман со Светой начался до смерти жены. Это не просто многие годы жизнь с сердечницей. Вечные жалобы, лекарства, больницы. Получается, вы скрывали свои отношения со Светой от дочери? Естественно. Но потом жена умерла. Прошло три месяца после похорон. Я решил признаться Милочке. Конечно, я хотел сказать, что со Светой мы сошлись после смерти ее мамы. Я надеялся, что дочь одобрит мой выбор. Все-таки Света ее лучшая подруга. Видимо, зря надеялись. Куда же вы так торопитесь, Светлана? Я? У меня отпуск. Я опаздываю на самолет в Кисловодск. Могу вам билетик показать? Увы, поездку придется отложить лет на десять. Что, не сработал Женин трюк с шарфиком? Не поет наша убийца, как Борис Годунов, не признается в убийстве Церовича. Светлана, мы все знаем. Про вашего любовника-массажиста и про балкон и про Милу. Я вообще не понимаю, о чем речь. Ознакомься, пожалуйста, с результатами экспертизы. На квитанции, которую вы принесли в мастерскую, наши криминалисты обнаружили миг следы крови Милы Кротовой. Эта квитанция была у нее в сумочке, а сумочка промокла от крови. А квитанцию вы могли взять только в сумочке Кротовой после ее убийства. На основании результатов данной экспертизы получено постановление на осмотр вашей квартиры. В микротрещинах подошв ваших сапог обнаружены следы крови Милы Кротовой. Он мне предложение сделал. Понимаете? Кротов. Я вообще этого не ожидала. Но тогда я и поняла. Не видать мне светлого будущего с богатым мужем, как моих ушей. Из-за Милы? Да. Меня достало считать копейки и не иметь возможности себе что-то позволить. А Мила? Она не допустила бы свадьбы. Зачем ей делить со мной папочки на наследство? К тому же в руках у Милы оказался железный аргумент. Фотографии. Доказательство вашей неверности Кротову. И тут вы решаете во что бы то ни стало исполнить свою мечту о богатой жизни. Ради этого убив подругу. Верно? Да. Я знала, что Мила в тот вечер будет в конторе у Лунского. А оттуда она всегда ходила через пустырь. Заказывала такси на стихийной парковке у ночного клуба. Чтобы лишний раз не светиться у адвокатской конторы. Свет! Привет! Ты что здесь делаешь? Тебя жду. Что-то случилось? Ага. Я замуж выхожу. Класс. А почему сообщать об этом надо было мне здесь? Ты что за меня не рада? Очень рада. Пойдем закатимся в клуб отметим. Я угощаю. Спасибо. Что вам еще от меня надо? Я вам все рассказала. Не все. Вы убили не только Милу Кротову, а еще и Елену Чебакову. Расскажете? Хорошо, тогда расскажу я. Наш главный криминалист Шишкин обнаружил в стыках звеньев золотого браслета ваших часов микрочастицы наркотиков и витаминов. Вы, конечно, умница, наполняли капсулы наркотиками в перчатках, но порошок, знаете ли, штука летучая. Мила слишком доверяла своей подруге и рассказала о своей тайной работе. Спасибо. Так как Светлана знала о Елене Чебаковой, она использовала ситуацию, чтобы пустить нас по ложному следу, свалить убийство Милы на мужа Чебаковой. Типа он заказал жену и убрал киллера. Сначала мы так и подумали. Я ни в сторону отца, ни Светы, не было подозрений. Мила сама делала людям гадостей, но не ожидала ударов в спину от лучшей подруги. Вы все молодцы. Поздравляю. А можно я сегодня пораньше убегу? Я обещала детям свозить их в аквапарк. Можно. Я пойду отчет писать. Давай. А ты останешься. Ну что, все еще хочешь уйти из отдела? Что-то у нас с Аллой опять не клеится, так что, похоже, что нет. Знаешь, что я скажу тебе, Олежка? Баб на свете. О! Поверь, старому козлу. А вот хорошего напарника найти. Сложно. Хорошего напарника он на вес золота. Вот и подумай об этом на досуге. Угу. Подумаю. Дети сидим в машине. Алло. Олег, это я. Прости, пожалуйста, что снова гружу тебя своими проблемами. Мы с детьми поехали в аквапарк. У Коли поднялась температура, пришлось вернуться. Похоже, в моем доме кто-то есть. Виктория Беляева, следственный комитет. Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерша перестарался. Это не по неосторожности, это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее, интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену. А я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая, много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно иметь. За что? За измену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова